Ну, официально здравствуйте. Меня зовут Руза Анна Бадалян. Я сейчас немножко, будет минута славы, я буду рассказывать вам чуть о себе. А потом я все-таки хотела бы познакомиться с вами. Мы будем все-таки общаться. Я не очень сторонница просто вести лекцию, потому что живое общение, им нужно пользоваться, особенно в наши дни, когда его так мало. Мы все в соцсетях, в интернете, в телефоне, даже когда мы в ресторане сидим. Поэтому я хочу с вами познакомиться сегодня. Начну с себя. У меня очень такой интересный профессиональный творческий путь. Я по образованию социолог-психолог, по второму образованию переводчик. Но как-то так получилось, что судьба меня привела в бизнес, в Ситибанк. Это было первое мое место работы. И очень много того опыта, который у меня и сейчас есть, я получила в Ситибанке. Я там росла, строила карьеру, строила себя. И так получилось, что я развивалась в бизнесе, но психология мне всегда была интересна. И, соответственно, я развивалась в психологии в бизнесе. Я очень долго работала бизнес-тренером, но я просто на несколько разных путей. И продажи, и развитие бизнеса, и обучение развития, и международные продажи, и очень много всего интересного. И на текущий момент я являюсь руководителем маркетинга и продаж одного очень интересного финтех-стартапа. Я живу в Европе, в большей степени Бриги, но, как я иногда отвечаю, живу на планете Земля, потому что я сейчас очень много путешествую, нет конкретного какого-то места. Но, в общем, это Европа. Мы развиваем сейчас этот финтех-стартап. Это будет Прага, первая сторона, где мы запускаемся. И, собственно, этим я занимаюсь. Это первый момент, чем я на текущий момент занимаюсь. Второй момент. Поскольку, как я вам уже сказала, что психология, я ее никуда не оставила, я развиваюсь в этом направлении, я его использую в бизнесе, я продолжаю обучаться так называемой бехевиоральной психологии, то есть я продолжаю изучать поведение человека, потому что оно и в маркетинге важно, и в продажах важно, ну и, в принципе, в коммуникации людей, в любой коммуникации людей это важно. Поэтому я развиваюсь сама. Я уже сказала, что practice what you preach, я практикую то, что проповедую. И одно из моих таких достижений в области моего обучения – это школа Пола Экмана. Поднимите руки, кто знает, кто такой Пол Экман вообще? Кто не знает, кто такой Пол Экман? А кто такой, знаете, такой сериал «Обмани меня»? Знаете? А знаете, такой мультик «Головоломка»? Вот Пол Экман – это психолог, такой гуру в области психологии эмоций. Это человек, который в конце 20 века начал говорить, что «Эй, люди, вообще мы все это чувствуем одинаково, у нас эмоции одинаковые, просто проявляем их по-разному». Пентагон дал ему бюджет, чтобы он проводил исследования по всему миру, он пообъездил весь мир, включая какие-то племена каннибалов, и вывел, что… Я вам сейчас буду рассказывать. Рассказал миру про психологию эмоций, сказал, что у нас есть определенные базовые эмоции и так далее и тому подобное. И школа Экмана, она находится в Манчестере. Я вот хотела выпендриться, у меня не получилось, потому что у меня сайте такой Пол Экман. Но, в общем, это на самом деле была моя мечта, я ее исполнила, я поехала в Манчестер, обучилась там, хотя я уже к тому моменту, я уже проводила тренинги в области эмоционального интеллекта и психологии эмоций, но мне нужно было подтвердить свои знания, получить новые, обменяться опытом. И следующий мой этап – Дэниел Голлман. Вы знаете, кто такой? Не знаете, кто такой Дэниел Голлман? Дэниел Голлман – тот человек, который чуть больше, чем 20 лет назад миру сказал про эмоциональный интеллект. Он сказал, ребята, логика – это круто, но на самом деле без систематизации эмоций мы ничего не можем. У нас на самом деле есть кроме IQ, есть еще и так называемое EQ, эмоциональный интеллект. Это, в общем, такой родоначальник, тот человек, который сказал про эмоциональный интеллект. Вот моя следующая ступень. Я планирую получить еще коуч-сертификацию Дэниел Голлман, чтобы еще больше выпендриваться и людям рассказывать то, что они не знают. Соответственно, почему я вам сейчас об этом рассказывала? Потому что когда я поехала на тренинг по психологии эмоций в школу Пола Эйкмана, мой основной посыл и моя основная цель там была получить навыки регуляции эмоций. Потому что можно очень много книг прочитать, не обязательно быть вообще психологом, особенно в наши дни, во время огромного количества информации в мире. Ты можешь просто… Сейчас блогеры экспертные посты пишут, ты можешь, прочитав блогеры, уже посчитать, что ты, в общем-то, образовался в чем-то. Но очень много теорий про психологию эмоций, очень много информации про эмоциональный интеллект. Но на деле как-то сложновато. То есть когда приходит вот эта самая эмоция, как-то вот ее регулировать становится не так уж и просто. И по большому счету я приехала на этот тренинг в большей степени для того, чтобы получить навык регуляции эмоций. Я его получила, и сегодня я буду им с вами делиться. Я вам сейчас расскажу в любом случае, что такое эмоциональный интеллект, что такое психология эмоций. Мы немножко посмотрим даже, как распознавать эмоции. Но в большей степени мне хочется сделать сегодня акцент на регуляции эмоций. И сразу забегая вперед, скажу такую интересную вещь, что я занимаюсь йогой, но для себя я не йога-учитель. По мне видно, что я абсолютно не в формах йога-учителя. Я медитирую. И вот эта фотография, про которую вы рассказывали, это Маврикия, я там была в Айурведо-процессе. Я попозже об этом расскажу. Но самое интересное было, что духовные практики, наука, вроде как сейчас все больше и больше мир говорит о том, что это одно и то же, это все идет вместе в одну ногу. Но было очень интересно, когда я у тренера спросила на тренинге по психологии эмоций, «Слушай, дай мне вот прям какой-нибудь супер лайфхак, самый классный инструмент, который помогает регулировать эмоции. Что это?» А у меня была в этот момент книжка, на которой было написано «Mindfulness». У них библиотека, я как раз смотрела библиотеку, это был перерыв, и я стояла с этой книжкой, листала ее, и он так посмотрел, улыбнулся и сказал, что «Так ты и держишь в руках этот инструмент, что ты меня спрашиваешь». И было очень интересно, потому что, когда ты приходишь к человеку, который занимается наукой, а психология – это наука, и он тебе говорит такое, это очень интересно. Соответственно, что вы знаете про «Mindfulness», кстати, сказать? Знаете ли вы что-то, что вы знаете про «Mindfulness»? Ну, в принципе, структуру, самодействие, зачем, цель. Отлично. Это очень сложно. А как вы по-русски это называете? Это медитация. Медитация? Медитация – это инструмент к «Mindfulness», да? А что к «Mindfulness»? Как вы его себе понимаете вообще? Ощущение, мертвование, привести свои мысли в ум. Ну, точнее, наоборот, как бы избавление вообще от каких-то мыслей. Так, да. «Mindfulness» – это состояние абсолютного восприятия. То есть, занимаем мыслей, максимум чувствительности. Классно звучит, да. Еще есть какие-то версии? Ну, «Mindfulness» – это от слова «Mind» – мозг, да? И «Full» – это наполненность, да? То есть, по сути, звучит немножко так «наполненность мозга», что это такое? Если по-русски, то, по сути, самой простой формой обозначения «Mindfulness» – это, наверное, была бы осознанность, да? Но осознанность не в плане того, что вот я осознаю, что меня зовут Рузанна, я здесь стою, да? А чуть глубже. И вот сегодня я постараюсь в рамках того времени, которое мне выделено, вам рассказать огромную тему эмоционального интеллекта, огромную тему психологии эмоций и огромную тему mindfulness. И мы с вами даже успеем помедитировать. Будьте здоровы! Сегодня те, кто это делают, вам должно быть проще, те, кто это не делают, вам будет сложнее. Я расскажу, как это сделать. И мы с вами вместе в завершении сегодняшнего дня, и те, кто сейчас смотрит трансляцию в том числе, мы все вместе сделаем медитацию. Но я сразу хочу сказать для тех, кто может подумать, что медитация — это что-то религиозное. Нет-нет-нет, это не про меня. Еще раз, я не гуру, я не йога-учитель, и точно не человек, который пришел сюда с определенными религиозными проповедями. Я проповедую любовь к себе и проповедую смесь науки и духовности в рамках отношения к себе. Поэтому медитация — это всего лишь, как, я не знаю, вы в тренажерный зал, если ходите. То есть это тренировка своего сознания, ровно так же, как вы к психологу пришли, он нам какое-то упражнение дал. И, кстати, психологи сейчас все больше дают медитативные упражнения, в том числе, потому что они помогают. Поэтому это я так вас подготавливаю сейчас к тому, что мы будем медитировать. Прежде чем я, в принципе, перейду к таким немножко теоретическим, к части лекции, к каким-то теоретическим моментам, мне хочется немножко вас расторможить все-таки. И я хочу спросить у вас, познакомиться с вами поближе, и хочу, чтобы вы немножко рассказали, может быть, о себе. Те, кто хочет, не заставляю. Но когда вы будете рассказывать о себе, я хочу, чтобы вы мне сказали, вот когда вы говорите «я», что вы подразумеваете под этим? Я. Как вы понимаете, это я? Кто хочет поделиться мнением? На самом деле ничего сложного нет. Смотрите, нет правильного ответа. Хорошая новость, да? Правильного ответа нет. Хорошая новость номер два. Я не буду прямо говорить, что единственный человек на планете, это не так, но я один из тех людей на планете, который не имеет свойства осуждать. Это моя специальность, во-первых, то есть моя работа, не осуждать. Но это еще и мой личностный фактор, да? Поэтому, то есть, чтобы сразу убрать вот этот страх, а что я сейчас скажу вот так вот, она подумает обо мне вот это. А если вот это вот, значит, я абсолютно не из людей, которые осуждают. И поскольку я сейчас лидирую в этой группе, да, и веду это мероприятие, то ввожу правило не осуждать, да? Соответственно, осуждения нет, правильного ответа нет. Мы сейчас с вами как бы делаем такой групповой коучинг, да, скажем, как это называется. То есть, это просто ваше мнение, поэтому… Ну, это, наверное, центр какой-то стихий. Как центр? Центр, а что такое центр? Ну, то, что изменялось. То есть, я это воспринимаю, я это наблюдаю, слышу, чувствую. То есть, то, что может это воспринимать. Ага, хорошо. Спасибо. Как вас зовут? Роман. Роман, спасибо. А вы занимаетесь чем? Проектом. Проектом. Ведете проектом? Ну, учусь это делать, да. Хорошо. Эмоциональная работа? Ну, так, достаточно. Достаточно. А вы сами эмоциональный человек? Ну, у меня разные бывали тоже так, периоды. Когда-то был, допустим, может быть, по молодости более экспрессивный. Сейчас как чувствую себя спокойнее, наверное. По молодости. А сколько вам лет, если не секрет? Ну, где-то поменьше будет. Пока я только к тридцатке стучусь. К тридцатке стучусь по молодости. Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Есть еще мнение. Я. Что это такое, ваше понимание? Я ухожу от камеры. Да. Для меня это просто совокупность набор каких-то качеств отрицательных, положительных. Совокупность качеств отрицательных положительных. Какие-то хобби, то, чем я занимаюсь, что я люблю, что я не люблю. Хобби. Ага, хорошо. Что еще? Последняя буква в алфавите. Последняя буква в алфавите. Это, знаете, Советский Союз вместе с Советским Союзом. Я последняя буква в алфавите туда же и ушла. Ну, то есть, вот, да. Потому что вот это убиение личности на корню, я, как вам сказал, я не осуждаю, но не принимаю. Я последняя буква в алфавите, это такое прям вот, когда ты прям взял человека сначала лицом, а пол, а потом еще и коленкой, ну, не коленкой, а прям вот каблучком его подбил. И вот это вот так выглядит личность человека, которому сказали я, это последняя буква в алфавите. Потом он вырастает, идет к психологу, платит кучу денег и не всегда выходит из этого состояния. Да, поэтому, вот. Но я с вами согласна, что я последняя буква в алфавите это то, что сидит в умах особенно постсоветского пространства. Я очень много работаю со всем миром, и мне посчастливилось проводить тренинги и в Азии, и в Африке, и в Латинской Америке, и в Европе. И вот это я последняя буква в алфавите, хоть я сейчас и сказала про Советский Союз, но она на самом деле у азиатов это вообще 100%, у них же в принципе культура прислуживать, да, они очень такие достаточно расположенные к гостеприимству, но такому вот все тебе отдам, вот это вот поклонение и так далее. Поэтому это есть во многих нациях, во многих культурах, стран. Вы не согласны или не согласны с чем именно? Я рассказываю то, что я встречала среди людей, которым проводила тренинги, да, не конкретно про культуру. Что, что? Вам повезло. Повезло. С людьми? Я встречала таких людей в Азии, например, среди индусов. Очень много это есть, когда они себя ставят ниже, чем кто-то, если они из низшей касты, да, потому что так положено. И я встречала, когда я приезжаю, я вообще белый человек, как вы, да, я приезжаю и ко мне кланяются, я пытаюсь поднять этого человека и сказать, нет, нет, не делай. Или я встаю за водой, бегут сразу, нет, что вы, что вы, не трогайте воду, мы вам принесем. Я вот именно об этом, да, сейчас. Поэтому, то есть это есть, но это не mindfulness. Mindfulness – это про другое, да, немножечко. Хорошо. Что еще я? Это совокупность моего прошлого, настоящего и будущего, да? Ага, хорошо. Что еще? А вот вы задумывались когда-нибудь, что ветер – это я? Ветер не обладает самосознанием. Ветер не обладает самосознанием. Уметьте того, что я как процесс, то есть это тоже вещь непостоянная. Я спрашиваю, не утверждает пока ничего. То есть был ветер и ушел. Ну вот ветер, это вот, вы задумывались о том, что ветер – это я. Я – это ветер. Ну, как бы я же дышу, и типа, как бы, мое дыхание – это как бы часть ветра, я же вдыхаю его. Ну, или «эр» как-то, воздух, да? Ну, пусть не ветер, воздух. То есть я же, вроде, как бы, это такой процесс, мы же постоянно дышим. Вообще, я дышу. Можно сказать, тогда я вода, я кровь. Любой. Можно так сказать, я вода, я кровь, да? Получается. Мне кажется, все-таки я – это что-то в пределах моей физической оболочки. Это в пределах физической оболочки. А что в пределах физической оболочки? Вот вы когда говорите… А как вы в отношении своего тела говорите? Мое тело, да? Как мы говорим? Мое тело. Правильно? А почему мы не говорим «я тело»? Ну, как бы, потому что это правило русского языка, но никто не говорит, что мы можем их нарушать, когда мы разговариваем про эмоции, да? То есть мы не говорим «я тело», да? «Я есть тело». Как-то это странно звучит. Печень, почки. Да, кстати, я почка. Ну, почему я почка, да? Почему нет? А вот у меня вопрос к вам. Вот вы сказали, это не только тело, это еще и эмоции и чувства, да? Вы так сказали. А что такое эмоции и чувства? Где они находятся? Где они располагаются, вот эти эмоции и чувства? Можно назвать это душой? А душа где располагается? Внутри очень великого человека. Да. А душа где располагается? Внутри. В какой полочке? В теле. Да? То есть вернулись туда, что, по сути, эмоции… Ну, а если смотреть, опять же, не с точки зрения религии, а с точки зрения науки, то эмоции – это, по сути, наши гормоны. Согласны? Ну, это на самом деле так и есть. То есть эмоции – это, по большому счету, наши гормоны, да? То есть «Я» – это что-то между носом, шеей, сердцем, почкой и все вместе. Ну, если сравнить пластинку, то тело – это просто пластинка. Мы её поставили, магнитную вот эту подвели, пошла музыка. Вот это «Я». Ага. Тело – это пластинка, а то, что там вот поставлено – это «Я». То есть всё-таки тело – это нечто рядышком стоящее. Суть в том, что мы привыкли в большей степени говорить про логику, про сознание, да? Нам про… ну, точнее, как вы сказали очень хорошо, вы осложнили задачу, да? Вот когда я скажу, что там говорите про «Я», вы говорите, вы осложнили задачу. Потому что, по большому счету, мы с детства приучены к чему? Математика, физика, ну, что там, история. То есть точные науки, даже вот гуманитарные науки в любом случае – это не что, что поддаётся уму. Но никто нас не учит чувствовать. Вот кому из вас рассказывали в детстве, как проявлять эмоции? Поднимите руку и расскажите. Ну, жизнь рассказывала. Да. А вот в школе или родители кто-то вам рассказывал, как проявлять эмоции? Чистичку. Не проявлять эмоции, да? То есть нам чаще всего рассказывали, как не проявлять эмоции, да, как сдерживать себя, мужчины не плачут, мальчики вам наверняка такое говорили, да, и девочкам тоже говорили, да, хорошая девочка, ты-ты-ты-ты, должна то-то, то-то, ну и так далее. И здесь вопрос не в том, что мы сейчас должны осуждать наших родителей, прародителей и ещё кого-то, а в том, что так сложилось, что в погоне за цивилизацией и за развитием науки человек забыл немножечко про самого себя. Он начал создавать атомные реакторы, не знаю, там, ракеты, вот. И, конечно же, наука такая, как психология развивается, но так или иначе человек сам по себе, он иногда немножечко забывает о том, что есть я. Что я — это вот эмоции, это чувства, это то, что меня окружает, это почка, сердце. И сейчас я говорю про тело, потому что я могу сказать, что чем больше я изучаю психологию, тем больше я убеждаюсь в том, что через тело работать с бессознателем и сознателем гораздо проще и доступнее, и иногда даже быстрее, чем через вот этот процесс пути к осознанию, когда ты очень много прорабатываешь, проговариваешь, прописываешь. Это иногда долго, нестопонятно и так далее. Но так или иначе это полезно. И вот эмоциональный интеллект — это, в принципе, такой же навык, почему я и спросила, где эмоции находятся, да? Потому что, по сути, проще становится понять вообще, что происходит со мной, когда ты понимаешь, что эмоция, она не где-то там воздушно находится, это так романтично. Что-то там вот в кино показали, что-то полетела бабочка внутри моего живота. А это абсолютно нормальный навык, которому мы способны научиться. Это состояние, в котором мы находимся. Если мы научимся, то мы, по большому счету, сможем очень многим в своей жизни управлять лучше, помогать себе чувствовать себя лучше и находиться в таком балансе, да? И прежде чем я перейду уже к разговору о том, что такое эмоции, хочу вам привести тоже пример. Это день, когда моя жизнь изменилась, и я начала изучать более глубоко эмоциональный интеллект, потому что я дико боялась лошадей, но очень сильно хотела на них покататься. И мы были на свадьбе в горах, и там была красивая конная прогулка, 30 человек, и все там довольные прыгают на лошаде, и я понимаю, что мне страшно. Я, в принципе, ты же психолог, есть такой, да, хэштег даже. Вот я же психолог, а мне страшно. Это было лет 6 или 7 назад, наверное. И я стою так, мнусь, это было в Армении, там у нас была армяно-еврейская свадьба, основная часть была еврея, они не понимают по-армянски. И я так аккуратненько подошла к этому, значит, мужчине, который сажал всех на лошади и говорил по-армянски. Я ему говорю, а можно как-то так сделать, чтобы я вот вроде как пошла туда, но как бы не на лошади. И он орёт на все эти горы, по-русски почему-то отвечает мне, конечно, вон там машина, пожалуйста, вот женщины и дети, вот там вот едут, старики и дети, пожалуйста, садись туда. Я понимаю, что, ну, я не пойду, конечно, после этого, мне что-то нужно делать. И, в общем, вот так как-то я выглядела, когда сел. Но это уже более-менее нормально, у меня нет фотографий с первого момента. Я, значит, сажусь, начинаю просто орать на все эти горы, потому что мне страшно, подо мной что-то движется, я могу контролировать, а я привыкла всё контролировать в своей жизни, мне надо всё контролировать. Тогда я так считала. И в этот момент этот пастырь, который, по сути, живёт в деревне и работает с лошадьми, меняет мою жизнь всего лишь одной фразой. Он мне говорит, запомни, почему это он сказал почему-то по-армянски, а всё предыдущее он говорил по-русски. Запомни, не он управляет тобой, а ты управляешь им. Научись управлять усиями, и тогда ты поймёшь, о чём я говорю. Но поскольку я же психолог, я слышу это другими словами, я понимаю, что меня озаряет, что он говорит сейчас про лошадь, а на самом деле о чём он говорит? Про страх, спасибо, да. Он говорит про страх, что не ты, не он тобой управляет, а ты им. Научись управлять, то есть это, по сути, то же самое. И с этого дня, благодаря этому дню я сейчас здесь, я начала углублённо изучать эмоциональный интеллект, я приняла для себя решение, что моя задача сначала помочь себе, а потом помогать другим. Потому что мы сегодня будем говорить, конечно, про все эмоции, но я глубоко убеждена, что страх – это самая главная эмоция, которая мешает человеку в достижении его мечты. Я ещё веду такие марафоны, как «От мечты к делу», и мы очень много работаем там со страхом. Потому что страх – это самая главная причина того, что ты ничего не делаешь, согласны? Всё остальное, там все остальные эмоции, они как бы там есть, присутствуют, но они не так сильно мешают. Но сделать шаг мешает страх, потому что его задача какая? – Остановить. – Остановить. – Остановить. – Спасти. Это хорошая эмоция. И эта хорошая новость, когда ты осознаёшь, что страх – это хорошая эмоция, становится проще. Мы об этом поговорим тоже сегодня. И, собственно говоря, я начала углублённо изучать эмоциональный интеллект. Я изучала на основе исследований Ельского университета, Даниил Голман, Пол Экман и так далее. И вот это mood meter – это измеритель настроения. Вы когда-нибудь делали такое, видели? Я потому что знаю, что у вас был тренинг по эмоциональному интеллекту, просто чтобы, если что-то вы знаете, мы будем проходить, чтобы не тратить время. Делали такое? – Нет. – Не делали. Значит, мы сейчас с вами это сделаем. То есть это измеритель настроения. Он, если я не ошибаюсь, он разработан, был в Ельском университете, но могу ошибиться, эта информация вам в принципе нафиг не нужна, поэтому мы сейчас с вами будем измерять свое настроение. Значит, что это такое? Смотрите, вы можете, если у вас, кстати, есть тетради, нет тетради? – У меня есть. – Есть тетради. Ну, окей, ладно, не будем сейчас тратить время на бумагу, можете их проделывать в своем восприятии. Те, кто смотрит трансляцию, пожалуйста, возьмите ручку с листочком, потому что у нас сегодня какие-то упражнения еще будут, и это будет полезно прорабатывать. Пользуйтесь случаем, потому что, как я уже сказала, practice what you preach, да, нужно практиковать, потому что, поскольку эмоциональный интеллект – это навык, вот вы послушаете сейчас, и я вас уверяю, что через три дня вы не будете помнить ничего, может быть, 10%, возможно, как я выгляжу, ну, еще так, может, имя мое. – Первый фотографий. – Что, что? – Первый фотографий. – Первый фотографий, да. – Да, ну вот, да, да. Так работает наша память, да. Соответственно, любой навык требует проработки. Я об этом сегодня буду говорить несколько раз, но любой навык требует проработки. Вспомните, ну, точнее, вы даже не помните себя, когда вы начали ходить. Помните, когда вы начали ходить? Кто помнит свои первые шаги, да? Но вы наверняка знаете, что вы сразу так вот не пошли, да? Сначала там лежали, потом чуть-чуть ползали, потом еще больше ползали, потом быстро ползали, потом начали какие-то шаги делать, потом уже больше шагов, потом не очень уверенно, а потом еще увереннее. Это ведь навык ходить. Точно так же есть. Нас всех мама кормила сначала с ложки. Ну, сначала мы грудь ели, потом нас с ложки кормили, потом мы там что-то, а все, значит, измазывались едой, потому что не умели пользоваться вилкой, да, потом больше и больше и научились. То есть это все навык. Ровно так же эмоциональный интеллект. Это навык. Соответственно, необходимо работать. Это самое сложное и самое неприятное, и особенно мы все в основном ленивые жопки, которые ничего не хотят делать. А надо делать, если ты хочешь получить какой-то результат. Соответственно, эмоциональный интеллект это навык, поэтому я вас спрошу сейчас, если у вас есть лэптоп, пожалуйста, можете в лэптопе это делать как угодно, в телефоне. Но пользуйтесь сейчас тем, что я здесь нахожусь и даю вам те знания, за которые я сама заплатила много денег. Поэтому прорабатывайте. Те, кто сейчас смотрит трансляцию в том числе. Итак, измерительное строение. Что это такое? Значит, нижняя линия feelings, чувства, эмоции, как хотите можете это назвать. Верхняя линия energy. То есть, что вам сейчас необходимо сделать? На остальное пока не смотрите, я объясню чуть позже. Что вам необходимо сделать? Вот на этом графике, посмотрите, где вы находитесь. В рамках того, какое количество от минус пяти до плюс пяти, нуля нет, ноль это смерть, мы все сейчас живы, дышим. Соответственно, от минус пяти до плюс пяти, где вы находитесь в линии чувств, иногда еще эту линию называют pleasantness, удовольствие. Может быть, вам так проще будет определить шкалу. То есть, где вы там, pleasantness или, может быть, unpleasantness. Не очень много удовольствия. Это нижняя шкала. Здесь понятно? Ничего не понятно. Непонятно. Потому что у вас нет ручки. А у вас есть ручка. Вот смотрите, вы рисуете нижнюю линию, да, это график. Вы рисуете нижнюю линию, и нижняя линия у вас от минус пяти до плюс пяти уровень удовольствия в вас сейчас. То есть, уровень удовольствия, который вы на текущий момент испытываете. Вот прямо находясь в этом понятии. Вот сейчас, да. Еще один такой момент касательно эмоционального интеллекта, он постоянно меняется. Поэтому, когда вы прорабатываете что-то, вы делаете все-таки в контексте сейчас, потому что вспомнить, конечно, можно. Наша память очень интересно, сложно. Но зачем нам сейчас заморачиваться, да, Налья? Смотрите, но у меня же сейчас состояние зависит и от всяких физических факторов. Например, вы, моя хорошая, конечно. Немножко не думаете по ногам про неприятно, прохладненько. Конечно, конечно. А вы помните, мы не осуждаем, да? Поэтому вы можете спокойно сказать, что у меня сейчас неудовольствие, да? И это будет следующий вопрос, который я вам задам. Но спасибо, вы очень правильно сказали, что этому есть определенные причины. Конечно, да? Они могут быть абсолютно разные. Но сейчас давайте пока просто вот не задаваться без осуждений в данном случае, да? Почему? Пока что просто померим свое состояние, свое настроение. Итак, это от минус пяти до плюс пяти уровень удовольствия. И верхняя шкала, то есть вы рисуете график, да? Это количество энергии внутри вас. Точно так же от минус пяти здесь до плюс пяти, да? Выше. Понятно? Кто себя уже нашел? Можете, готовы поделиться? Ну, где-то в желтом квадрате, я полагаю. Где-то в желтом квадрате. То есть много энергии, много удовольствия, да? Окей, хорошо. Кто еще может поделиться? Готов поделиться? Я синий. Синий. Мало энергии, мало удовольствия. Спасибо. Еще кто готов поделиться? Я абсолютно никого. Не слышу? Я в зелененьком. Ты в зелененьком, да? Я однажды в Индии читала, всегда рассказываю этот пример, значит, в Индии читаю этот тренинг, мы измеряем mood meter, и парни говорят, зеленый. Мало энергии, но много удовольствия. Я зеленый, это вот прям как раз правильно, что он зеленый. Мало энергии, много удовольствия. Это так очень обычно блаженно выглядит, да? Люди, вот в принципе, Максим сейчас улыбается, так сидит. Вот, хорошо, спасибо. Еще кто готов поделиться? Да. Я по центру. Сейчас? Я по центру. По центру не бывает. Не может быть по центру. Не знаю, у меня как... Ближе куда? От минус одного до плюс одного. От минус одного? А ну, я не знаю, ну, как-то вроде все окей. Знаете, вроде все окей, это я поэтому здесь, да? Потому что вроде все окей быть не должно. Ну, точнее, как бы оно может быть, но насколько мы, в принципе, хотим, чтобы было все вроде окей, или окей, или классно, или какой там дальше должен быть уровень, да? Где ближе? Если вы не готовы... Смотрите, еще раз. Это ведь очень личное, поэтому если вы не готовы отвечать, не надо отвечать, самое главное, чтобы вы себе честно ответили, да? Вот прямо ответите себе, не хотите говорить, не говорите. Хотите поделиться, я буду только рада. Вот подумайте, больше где вы, в каком? Наверное, куда зеленый. Зеленый, окей, спасибо. Вы сказали, вы в красном, да? В красном. Много энергии, мало удовольствия, да? Окей, кто-то еще хочет поделиться? Хорошо, но все ли нашли себя? Все ли себя нашли? Или кто не нашел? Поднимите руку. Все себя нашли? Окей. Тогда следующий вопрос, собственно, то, что вы сейчас... Как вас зовут, кстати? Вот девушку зовут. Да, нет. Тая. Как? Тая. Тая. Какое красивое имя. Вот то, что Тая говорила, что ну это уже есть какая-то причина. Вот я хочу сейчас вас спросить, что стало причиной того, что вы сейчас находитесь вот в том или ином квадратике? Еще раз повторюсь, я не прошу вас отвечать мне сейчас на этот вопрос, особенно те люди, которые находятся в синем и в красном квадрате, потому что наверняка есть какие-то причины, которые, может быть, вы не захотите отвечать или захотите. Ну, то есть я сразу такое даю свободное пространство, чтобы вы себя чувствовали комфортно, да? Если вы не готовы делиться, не делитесь, но, пожалуйста, попробуйте найти этот ответ внутри себя, да? Почему вы находитесь именно в этом квадрате? Кто-то хочет поделиться? Ну, оценка ума, текущего состояния. Как-как? Ума, оценка ума. Что значит оценка ума? Причина? Ну, когда я, да, интеллектуально начинаю смотреть, там, как-то анализировать, это хорошо, это не очень. А, начинаете, начинается оценить. Ну, хорошо, смотрите, вы сказали, вы взяли... Да, я говорю, что... Нет, вы были в желтом, да? Желтом, да. А почему вы находитесь в желтом сейчас? Ну, мне, в принципе, не чувствую себя усталым, не особо и не парит ничего. Но на те мнения вы взяли, то есть у вас очень много удовольствия. Почему так много удовольствия? Откуда оно? Не, ну, просто приятно. А почему приятно? Слушайте, мы сейчас были в лекционном зале. Не работаем. Да, ну да, я сейчас сижу... Мы уже в текущий момент смотрим. Да, я сейчас сижу, мне кайфово, расслаблено, ничего делать не надо. Сижу, общаюсь, в приятной обстановке. И мне классно. Хорошо, спасибо. Кто-то хочет еще поделиться? Да. Мне хочется, я знаю, куда-то в голову просто направлюсь. Это пока... Подождите, а почему вы знаете, вы там находитесь? Можете не отвечать, почему, но вы знаете, почему вы находитесь в красном квадрате? Знаете, что стало причиной? Окей, зафиксируйте. Сейчас очень классная фраза позвучала, то есть не следствие, а причина. Вы знаете, у нас очень особенно, мне кажется, в... Нет, плохо будет говорить, особенно в России, это неправда. Но, в общем, очень часто врачи лечат нас от температуры. Да, вот мы приходим, говорим, у нас не температура, они нам дают какой-нибудь парацетамол, терапевт нам дает парацетамол, там температуру померят, может быть, давление померят, не знаю, что ты еще подышишь. Дают нам, значит, это реказ, и мы уходим. А очень часто температура может быть следствием огромного количества заболеваний. Согласны? Соответственно, так же с психологией работает. Мы, по сути, никогда не должны работать со следствием, потому что это не помогает, это временное решение, оно чуть-чуть поможет, а потом снова бабахнет еще сильнее. Поэтому, естественно, все, что мы с вами делаем, оно должно начинаться где-то там в корне. Причина должна быть какая-то. Соответственно, первое, что мы делаем, это причина. Есть такой очень классный спикер, Саймон Синек, слышали о нем? У него есть книга «Всегда начинайте с почему». И, кстати, руководители проектов, Силзы, если вы здесь есть, это вам очень полезная книга. Саймон Синек, он такой гуру в области менеджмента, продаж, развития людей. И он разработал свою концепцию, как, в принципе, развивать людей. Но, на самом деле, я это применяю еще и в тренингах по продажам в том числе. В общем, что он говорит? Он говорит «Always start with why». Всегда начинайте с почему. И он говорит, что мы, когда коммуницируем с людьми, когда что-то продаем или даем задание кому-то, или у нас какие-то переговоры, мы как-то брифуем. Это про вас как раз, про ваших клиентов в том числе. Я сама одна из этих клиентов, которые хреново брифуют часто. Соответственно, мы очень часто говорим, что нужно сделать. Согласны? То есть, что надо сделать? Я себя плохо чувствую, мне надо что-то там, не знаю, там, выпить таблеточку. Но мы очень… И в лучшем случае, если мы потом зададимся вопросом, а почему вообще это произошло? Или почему это нужно сделать? Почему, почему, почему мы не ставимся этим вопросом? И Саймон Синник говорит, что всегда начинайте с почему. И мне очень нравится этот подход. Что когда ты начинаешь с почему, вот это вот гуттаперчевое слово «мотивация», которое сейчас очень модно, которое я не очень люблю на самом деле, оно встает на свои места. Потому что, когда ты знаешь, почему я вообще хожу на работу, не отвечайте на этот вопрос, у меня вопрос. Вы знаете вообще, почему вы каждое утро просыпаетесь, на работу приходите? Да? Ну, как бы, то есть, не зарплату получать однозначно. Если зарплату получать, то вопросики. Потому что однозначно не за зарплату. Если вы просто за зарплатой приходите, хреново работаем, понимаете? Ну, я сейчас не к вам, я не знаю, как вы работаете. Но я в общем формате, да? Соответственно, возвращаясь к мундметру, это ведь все связано. Потому что вы можете на работу приходить и задавать себе вопрос. А что я сейчас чувствую? В каком я квадрате сейчас нахожусь? А почему я там нахожусь? Потому что вы можете из дома принести что-то на работу, и это не есть хорошо. И также в обратку. Из работы принести что-то домой, и это тоже не есть хорошо. Вот этот баланс, о котором мы сегодня с вами говорим. Поэтому, возвращаясь к вашему красному квадрату, почему вы здесь находитесь? Вы знаете ответ. Все ли нашли ответ, почему вы находитесь в конкретном квадрате? Да. Если я вам сейчас задам такой вопрос, а если можно было одним словом обозначить ваше состояние? Только одним. Какое бы это было слово? Ну, такое считается заодно. Ну, такое. А если попробовать эмоционально обозначить? Ну, считается, конечно. А какая эмоция лежит в слове «ну, такое»? Апатия. Апатия. Зафиксируйте. Есть еще варианты? Занятно. Как? Занятно. Занятно. Это эмоция? Ну, это вот слово, которое… Это слово. А если эмоция, если вот какую-то эмоцию подобрать? Как? Это удивление? Ну, такое, наверное, больше приятное. Ну, такое. Ну, такое апатия, ну, такое удивление. Развиваю мышление. Да. Еще есть какие-то варианты? Ну, такое спокойствие. Ну, такое спокойствие. Окей. Умиротворение, да, что еще? Вообще, как? Усталость. Ну, такая усталость. Вообще, насколько, в принципе, легко называть свое состояние? Вот вы задумывались об этом? Насколько вам легко называть то, что вы чувствуете? Одним словом. Одним словом. Сложно. Сложно, да? А знаете, почему? Это первое, потому что, да, но второе, есть еще другая причина этому. Это следствие уже. Еще? Более того, мы, в принципе, мы же говорим, что это навык. Да, у нас нет навыка так называемого словаря эмоций. Это же тоже некий язык, да, и у нас нет слов, которые могут объяснить, что я чувствую. Помимо того, что, в принципе, мы не всегда особо понимаем, что конкретно я чувствую, да. Ну, такое. А что это? Я не очень-то и понимаю, да. Мы очень часто путаем какие-то эмоции. Я знаю, что вот об этом мне, Максим, вы обсуждали вот эту, да, историю, когда вы путаете разные эмоции, поэтому я не буду на этом зациклиться. Мы очень часто путаем. Когда у нас нет этого навыка, мы можем спутать, иногда мы можем даже спутать агрессию с печалью, представляете? Ну, это когда прям вот совсем. Причем как человек путает агрессию с печалью? Человеку, когда сообщают про то, что он смертельно болен, первая реакция будет, скорее всего, агрессия. Да? И так далее. Соответственно, хорошо. То, что мы сейчас с вами сделали, это по большому счету уже немножечко относится к эмоциональному интеллекту. Я сейчас подробно расскажу, что, в принципе, такое эмоциональный интеллект, зачем он нужен, но перед этим давайте поговорим, на что, в принципе, влияют эмоции. На что влияют эмоции? На отношения с людьми. Отношения с людьми, спасибо большое, отлично. Что еще? На самочувствие. На самочувствие. Хорошо. На принятие решения. На принятие решения, отлично. Вы знаете, но проэмоциональный... Как? На вы... На что? На принятие решения, да? Окей. Сусловное состояние. Здоровье. Действительно, эмоции влияют на внимание и память, в том числе, на наше суждение, на принятие решений, на взаимоотношения, кто-то там сказал, на состояние тела и на наше поведение, и на те реакции, которые у нас возникают в результате той или иной ситуации. Посмотрите, насколько это важно. То есть здесь никакая логика нам не поможет, если у нас эмоции в хаотичном состоянии, и мы не знаем, как с этим работать, как этим управлять. Есть даже такая статистика Трэвиса Брэдбери, если я забываю его имя. Трэвис Брэдбери, он провел исследование и вывел, вот вы видите статистику, которая показывает о влиянии эмоционального интеллекта на успех, на зарабатывание денег и, в принципе, на достижение успеха. И он вывел статистику, что люди с высоким уровнем эмоционального интеллекта гораздо более успешные, они больше справляются с разного рода ситуациями. И смотрите, успешность, она же не всегда зависит от таланта, да, согласны? Конечно, талант очень важен, но успех, он приходит не потому, что ты такой вродился под звездой сияющей, и только ты добьешься этого успеха. Успех это на самом деле, как мы однажды сидели с коллегами в Праге, и там у нас была сложная ситуация, и, значит, я пыталась замотивировать сотрудницу, потому что она сидела и так расстроилась и говорит, это жопа. Ну, там был вопрос, она говорит, это жопа. И я, значит, как Тони Робинс, там включился во мне мой внутренний Тони Робинс, я начала говорить, ты что, любой успех приходит через жопу, жопа это классно, потому что жопа, она тебя учит, она тебе помогает понять, где, ты что думаешь, что они все успешные. Люди, они так вот прям сразу успеха и добились, да они 150 раз в этой жопе были. И третий коллега, он так сидит, слушает моего внутреннего Тони Робинса, и так, анальный успех. И теперь у нас есть такая смешная фраза, как анальный успех. Но на самом деле это действительно так и есть. Соответственно, успешность человека определяется тем, как он справляется с той или иной ситуацией. И именно поэтому эта статистика, в нее можно верить, и поэтому она такая получилась, потому что эмоциональный интеллект тебе помогает справиться с разного рода ситуациями. Когда ты можешь увидеть больше, ты добиваешься большего. Соответственно, это насколько важно осознать… Да, у вас вопрос? Верните. Пожалуйста, предыдущий сайт. А что такое вот перформанс? Сейчас у меня что-то произошло с ним. Что-что? Вот это перформерс. А 90… А сейчас я вам переведу, простите, пожалуйста. 90% топовых, топ перформерс – это люди с высокими достижениями. То есть 90% людей с высокими достижениями обладают высоким уровнем эмоционального интеллекта. Дальше. 58% качества вашей работы зависит от уровня вашего эмоционального интеллекта. И на 29 тысяч евро в год зарабатывают больше люди с высоким уровнем эмоционального интеллекта. Окей, это американская статистика. Про деньги мы, может быть, сейчас не будем здесь говорить, потому что, да, возможно, в России статистика была бы немножко другая в вопросах денег. Но это не важно, да. Важно, я бы сказала, что здесь самое важное вот эти 58%, которые влияют на рабочий процесс. Потому что как бы мы ни думали, что мы, что эмоции нам не влияют, особенно есть люди, которые менее экспрессивны, менее как бы эмоциональны. И они иногда думают, что эмоции не влияют на мою работу или эмоции на меня не влияют. Но на самом деле тут еще вопрос, что хуже, эмоционировать или держать в себе. Да, потому что мы с вами уже сказали, что эмоции влияют на здоровье. Поэтому блокада, внутренняя блокада эмоций, это порой даже хуже, чем экспрессивное эмоционирование. Но оно тоже не есть хорошо, потому что почему оно должно влиять на настроение других. То есть это уже к вопросу о том, что это портит взаимоотношения с другими людьми. И мы не всегда этого хотим. Очень часто мы что-то говорим, как это в сердцах сказал. А в состоянии аффекта люди убивают других людей в состоянии, потом не помнят, что они это сделали. Вот так влияет эмоции на человека. А каким образом измеряется эмоциональный интеллект? Это хороший вопрос. На самом деле я это оставила на закуску, но я сразу вам отвечу на этот вопрос, потому что очень часто мне его задают. Есть специальные тесты, которые измеряют эмоциональный интеллект. Но я из числа тех людей, которые против такого теста, объясню почему. Как я уже сказала, что эмоциональный интеллект – это твое состояние сейчас. И вы, пройдя тест по эмоциональному интеллекту, можете получить какой-то результат, но он на самом деле не является вы. Потому что вас до того, как вы пошли этот тест давать, прилетел какой-то кейс по работе, например, в котором летит проект, например. И вы на нервике, а у вас, не знаю, потому что есть компании, в России эти компании есть, и они неправильно делают. Я вот просто убеждена, что они неправильно это делают. Которые внедряют эти тесты, и на основании этих тестов, есть даже один из крупных банков российских, я не буду называть его имя, он так делает. Это неправильно. На основании теста по эмоциональному интеллекту оценивать сотрудника иногда даже еще и увольняют этих людей. У меня просто был на тренинге человек, который рассказывал про это. И вот рассказывают, что-то произошло, вы пришли сдавать этот тест, естественно, у вас результат будет определенный. И если этот человек, который вам тест проводил, компетентен, то он, в принципе, результат проанализировать сможет правильно. Но зачастую, к сожалению, HR может не быть компетентен в этом. Он просто, знаете, как тест в журнальчике, написал ответы и прочитал там. Вы такая-то личность, у вас там то-то, то-то, то-то. И такой прочитал, как на кофейной гуще погадал, довольный или наоборот расстроился. Вот это то же самое будет. Это как, знаете, любой инструмент в неумелых руках плох. Возьми молоточек. Если ты не умеешь им пользоваться, отобьешь пальцы. Я, например, отобью, я не умею пользоваться молотком. Соответственно, отвечая на ваш вопрос, да, есть тесты, которые измеряют эмоциональный интеллект. Но я против этих тестов, потому что вам они не нужны. Но я вот в завершении сегодняшнего своего спича вам расскажу, как определить вообще, у вас развитый эмоциональный интеллект? Ну, то есть, как определить, где сбоит, да, как определить, над чем лучше работать. Потому что, на самом деле, вот эта цифра, ну, прошли вы этот тест, получили 120. Ну, что? Как качественно ваша жизнь поменяется, да? А вы орете постоянно, извините, я не к вам, но в целом, да, орете постоянно своего мужа, например, да? Ну, а у вас уровень, не знаю, там, вам показал тест, что у вас 90% ваш эмоциональный интеллект. И вы орете на него и говорите, говорите, ты козел, ты у тебя проблемы, понимаешь? А я нормально, у меня эмоциональный интеллект 98%, что непонятно, да? Соответственно, как бы, вот моя позиция такая, я против теста. Но в завершении сегодняшнего дня я вам расскажу, как понять, насколько у вас, в принципе, этот навык развит. И благодаря этому вы, в принципе, сможете уже понимать, а в каком направлении развиваться, где, на чем делать акцент, да? Ответила на вопрос? Ну да. Не гуглите, пожалуйста, тесты в эмоциональный интеллект. Нет, да я просто из-за того, что вот тут сказано, что… Нет, здесь, естественно, проводилось, смотрите, то, что вы здесь видите, это проводилось исследование. Конечно же, делались замеры, но вы понимаете, что это сделано, опять же, не просто тестом в интернете нашли и тест провели, да? Это огромное исследование, которое сделали американцы, вложили кучу денег в это исследование, набрали огромное количество респондентов, имели определенный план действий, да, для того, чтобы выйти к этой статистике. Соответственно, естественно, да, здесь проводились тесты, однозначно. Да? Дальше поехали. Что такое эмоциональный интеллект? Значит, есть несколько пунктов, благодаря которым мы можем понять, что такое эмоциональный интеллект, за что он отвечает. И я вам сейчас буду как раз это рассказывать в рамках того, что мы с вами в Мудметре сделали. То есть это первое распознавание эмоций в себе и других. Но здесь еще важный момент по поводу распознавания эмоций других. Вы должны понять, что прежде чем распознавать эти эмоции других, нужно хотя бы годика два-три научиться распознавать эмоции внутри себя. Я уже вот сколько, 6-7 лет углубленно изучаю эмоциональный интеллект. Поверьте, я не всегда смогу узнать, что чувствует человек. Точнее нет, практически никогда я не буду знать, что чувствует человек, я так вам скажу. Даже если я увижу его выражение эмоций на лице, потому что я проходила такое обучение. Но даже если я увижу какое-то выражение, что-то там увижу, я не смогу распознать. При условии, что огромное количество лет этому учусь. Потому что очень часто люди, когда видят распознавание эмоций в себе и в других, в себе уходит, в других остается. Так, о, сейчас я буду узнавать, что ты чувствуешь. Я прошел тренинг, я сейчас тебе расскажу, что ты чувствуешь. Это не так. Соответственно, первое, чему помогает эмоциональный интеллект, это распознавать эмоции. Прежде всего в себе. Второе, это понимание причин. Вот это самое главное на самом деле в эмоциональном интеллекте. Понимание, почему я это чувствую. Потому что мы очень часто не знаем, почему мы это чувствуем. У меня недавно в Инстаграме спросили, был такой вопрос. Необоснованная агрессия, как с ней быть? На что я ответила, что не бывает необоснованной агрессии. То есть не бывает необоснованной эмоции. Она всегда обоснована. Просто иногда это спрятано где-то в бессознательном, в подсознании. И мы просто не понимаем, откуда это появилось. Но все в нашем теле, все в нашем состоянии, оно обосновано. И эмоциональный интеллект помогает распознать эту причину. Соответственно, понимание причин, почему я это чувствую. Умение обозначить эмоции. Вот этот лейблинг. Когда ты уже, знаете, если ты не назвал это своего ребенка, ты будешь его все время называть «эй, мальчик», или «эй, девочка». То есть как-то этого человека нужно назвать, чтобы с ним как-то коммуницировать. Точно так же с эмоцией. И когда ты ее называешь, то есть когда ты свое состояние как-то обозначаешь, оно как-то обретает уже больше оболочки, скажем так, и работать с этим проще. Вот вы сказали апатия. То есть работать с апатией чуть проще, чем с… ну такое. Согласны? Да. Это относится к себе или к другим, к другим, если сказать, типа, ты что знаешь, ты все больше? Это хорошее, это хорошее. Смотрите, это хороший сейчас комментарий. На самом деле у меня никогда не стоит цели обучать людей, распознавать эмоции в других в таком формате, потому что я сегодня даже не смогу вас обучить вашему эмоциональному интеллекту. Я вам просто даю какие-то знания там в рамках одного-двух часов, да? А вы дальше уже, естественно, работаете с этим годами. Вот, но отвечая на ваш вопрос, вот хорошо, что ты злишься? Ну, дальше fight, the fight is began, mortal kombat, да, начинайте? Обозначенные эмоции. Обозначенные эмоции. Вот как можно, смотрите, а как можно было бы, вот если вы хотите узнать эмоцию другого человека, как можно так спросить? Давайте проверим сейчас, вот вы спрашивали, как измерить эмоциональный интеллект. Мы сейчас проверим, у кого, на каком уровне эмоциональный интеллект. Каким образом спросить? Вот я сейчас вот жлюсь, вот давайте я возьму эту вот, роль на себя, и вот спросите у меня сейчас. Ну, что вы меня не спрашиваете? Ну, что вы смеетесь? Не бойтесь меня? Ну, или бойтесь. Что вы, ну, спросите у меня? Зачем такая злая? Это вы у меня спрашиваете? Ну, вопрос имеется, который можно задать. Это вы у меня спрашиваете? Конечно, интересно же. Вы с ума сошли? Я скажу, что мы перенервничали. А у меня все хорошо. Вот и сидите там себе. Я всегда говорю одно измечательно. Простите, да? Вы понимаете, что это родовая игра. Вы потом не делайте так, чтобы нарежете все и получите. К нам приходил неадекватный звук, который на всех орал. Хотя я буду второй Жириновский в России, да? Хорошо. Да. Я всегда говорю отличную фразу. Я тебя понимаю, и человек такой, а у меня понимает. А что ты меня понимаешь? Меня надо понимать. Меня понимать не надо. Я тебя не просила меня понимать. Я бы спросила, что вас беспокоит, или что случилось. Меня взбесили вопросы. Какие? Которые мне сейчас задавали. Конкретно. Покажи. Спасибо большое. Да. Это же так просто. Понимаете? Ну, на самом деле, ваши вопросы меня не взбесили. Мне очень сложно взбесить. Но показать я могу много чего разного. Да. Спасибо большое. Да просто спроси. Если человек уже понимает, что злить другого человека? Откуда вы понимаете, что меня злить? Ну, если я наступлю, вы же будете на меня кричать? Правильно? Ну, к примеру. Нет. Абстрактно. Почему? Почему? Вы же знаете, что если вы на меня наступите, я буду на вас кричать? 50% можно понять, почему человек злится. А что? Как? Мне кажется, мы не знаем заранее. Скажите, вы меня не знаете, какие причины, по которым я злюсь? Ой. Нет. Если конкретная ситуация, в каком-то конкретном контексте, если, допустим, я кого-то могу обидеть, и я понимаю, что он злится вот на это то-то, то-то и тут уже как-то. А у вас были случаи, когда вы понимали, что этот человек злится на то-то, 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 а оказалось совсем по-другому? Нет. Да. Нет, ну так пока что бывает. Какие интересные люди вокруг вас? Роботы, наверное. Ну, какой, не знаю. Так, нет, да. Если нет, как? Нет, просто. У вас как? У меня довольно просто круг очень открытых людей. Как? Открытых. Открытых людей. Ну, открытых, да, потому что вот вы думаете, что вот он так думает, он так чувствует, и он так чувствует. У вас 95-90%... А потому что вы у него не спросили, и поэтому вы продолжаете верить, что он так чувствует? Или все-таки вы спрашиваете, что он так чувствует? Ну, это в разговоре происходит, не просто с помощью какой-то одной просто фразы. А если нет? Нет, бывает человек просто сам не осознает, с чего он злится, когда с тобой общается, и тут уже он будет сам искренне верить, что это, ну, на ногу наступили, и это его... Какой плохой человек вообще. Да, что все на нем так сошлось. А до этого могли там не только наступить, там и куча всего случится, а тут уже просто выход был от этой ноги. А может быть? Да. Что? Нет, вы сказали нет. Мне кажется, я сама даже бываю таким человеком, что все думают, что я злюсь по какой-то одной причине, а на самом деле по другой. Я никому не скажу. Понимаете, я ходила когда-то на сайсу, когда в Москве еще жила, у нас был такой кубинский преподатель, который мужчина говорит, женщина не экстрасенс, объясни, что ты хочешь. Вот, понимаете, человек не экстрасенс, с ним нужно объяснить, с ним нужно разговаривать. И мы не можем... Вот я еще раз повторюсь, я очень много лет изучаю психологию, больше 17 лет, ну, если брать времена университета, да? Я, поверьте, вот я сейчас на вас смотрю, я не знаю, что вы чувствуете. Я могу много что про вас сказать, но это субъективно, ну, где-то может быть объективно. Но пока я с вами не пообщаюсь, правда, пока я не спрошу вас, это мне кажется, что вот тот, и тот, и тот. Это правда? Может быть, в 98% вы скажете да, а может быть и нет, понимаете? А уж тем более, я могу, может быть, что-то там еще угадать в отношении состояния, но контекст 100% я не смогу угадать, да? И это не потому, что мы с вами не знакомы, с близкими людьми ровно то же самое. Мы очень часто додумываем, это вообще, вот это наш навык, разработанный годами. Вот это то, что мы научились делать прямо 100%, додумывать за клиента. Ну, я так сейчас, потому что мы с вами вовсе находимся, да? Ну, как бы мы начали додумывать за других людей, а потом додумывать за клиента, да? Мы часто перебиваем друг друга, потому что понятно, понятно. Я вот очень не люблю на переговорах, когда ты там что-то разговариваешь, особенно это топ-менеджеры, некоторые любят так делать, а ты там что-то расскажешь, ну, понятно, давай дальше. Нет, подождите, я договорю, потому что потом мы будем в миссандерстендинг, да, уходить, то есть не будем понимать друг друга. Поэтому это самообман. Вот это 100% самообман, не путайте себя. Но возвращаясь к вопросу, а как узнать, что чувствует другой человек? Да спросите у него, что ты чувствуешь, да? Как узнать потребность клиента? Очень часто там, как узнать, что хочет клиент? Так спроси у него, что он хочет, зачем ты сидишь и гадаешь? Наверное, наша целевая аудитория хочет вот это. Сделай исследование, задай вопросы, сделай фокус-группу, я не знаю, там. Спроси у клиента на встрече, да, что он хочет. Не понял, спроси еще раз, ничего страшного в этом нет. Поэтому не надо додумывать за человека. Ни к чему хорошему это не приведет, да? Соответственно, возвращаясь к эмоциональному интеллекту. И еще один момент, что помогает делать эмоциональный интеллект, это навык выражения эмоций. Мы с вами уже сказали, что мы эмоции в себе удерживаем, и мы научены это делать. У нас есть навык выражения эмоций в разном характере. Вот, например, вы сказали, что… Роман, да? Вы сказали, что я нахожусь в желтом квадрате. Ну, как-то да. Да? А в желтом квадрате – это много энергии. Вот по Роману видно, что у него много энергии. Смотрите сейчас на Романа. Сидит, да? Как он выражает то, что он находится сейчас… Ну, это же не значит, что он носится по комнате вот так, чтобы мне все хорошо. Конечно, это не значит, что так должно быть. Но это ваш формат выражения эмоций. Это ваше решение, да? Ваша стратегия на текущий момент вот таким образом выражать эмоцию. Так вот, эмоциональный интеллект, он еще помогает выбирать некоторые стратегии в отношении того, как мы выражаем эмоции. Я чуть-чуть проускорюсь для того, чтобы мы успели все. И, соответственно, теперь как распознавать эмоции. Я пойду по этому очень быстро, потому что мне хочется максимально, наверное, все-таки два часа вас удержать, не больше после работы, вы устали. Поэтому я сейчас более так в теоретических навыках вам все расскажу, а потом мы сделаем небольшое упражнение. Так вот, как распознавать, в принципе, эмоции? Это выражение лица, да, мимика. Вот в школе Пола Экмана очень большой акцент делается на именно мимическое выражение эмоций. И сейчас мы с вами будем говорить про базовые эмоции человека и каким образом распознать эти эмоции на лице. Но еще раз это не говорит о том, что вы выйдете из этой аудитории и сможете любого человека сразу распознать, что кто-то чувствует, потому что не так все просто происходит. Дальше. Язык тела. Невербальное. Что такое язык тела? Жест, стекуляция, то, как человек сидит. Есть такой Алан Пиз. Ну, я думаю, что его точно наверняка вы знаете. Со своей женой они написали много книг в отношении языка тела, телодвижений. Но опять же, это все относительно, потому что вот вы говорили, что может быть мне сейчас холодно, что-то там про ноги говорили, да? То есть может быть неудобный стул. Я так как-то сижу, а человек, который не очень опытен, он вчера почитал книжку, он думает, что ага, она, значит, задумала вот это. Это вот к вопросу про додумываться другого человека, да? Очень важен контекст, очень важно все, что является частью этого обстоятельства, да? Но так или иначе, язык тела, это тоже является частью выложения эмоций. Голос, то есть вот паравербал это называется, интонация, да? То как мы говорим? Я могу говорить вот так, а могу говорить вот так, а могу говорить вот так. Совершенно разные интонации, да? Это тоже является частью выражения эмоций. Ну и, соответственно, вербальный стиль, речь. Потому что по словам, по тому, каким образом я строю предложение, вы тоже можете распознавать эмоцию. У меня есть один знакомый, который, он живет в Милане и работает в лаборатории, где они изучают ложь в вербальном стиле. То есть они ведут исследования в отношении того, как распознать ложь в словах. Это очень интересно. Это действительно очень интересно, потому что у меня, например, больше навыка именно в отношении всего невербального. В словах, ну как бы да, но не настолько. И мне очень периодически у него спрашивают, что вы еще выяснили, что интересно. А может, там вопрос. Да, конечно. Правда, что тогда я вот слышал, что те, кто любит говорить, что честно говоря или по чесноку, скорее всего, частенько любят приврать? Контекст какой. Но если это, скажем так, становится повседневной фразой. Я не могу сказать, да, не могу сказать, нет. Это может быть просто дурной привычкой. Это самое главное контекст. Это может быть просто как слово-паразит, да? Просто слово-паразит, которое вот оно приелось и все. А может быть, да, этот человек врет. Мы не знаем, важен контекст. Очень важно, вот вбейте себе это в сознание, что важно то, каков контекст. Потому что мы можем обмануться. Мы можем никогда не узнать, что мы обманулись. Но зачем вам себя обманывать, да? В контекст. Можете спросить, уточнить спросите. Не можете спросить? Возьмите для себя. Когда-нибудь, как нас учили на тренинге, всегда нужно 3-4 гипотезы на твое предположение в отношении того, что чувствует человек. Почему человек это чувствует, что там происходит. То есть ты что-то поймал, но ты не знаешь, что. Если даже у тебя есть предположение, хотя бы найди 3-4 гипотезы, да? То есть и то, мы не знаем, какая из них верна. Это нужно тоже время. Собственно говоря, контекст. Да, очень важен контекст. Все, что вокруг происходит. Холодно, жарко. Что произошло вчера, что произошло позавчера. Иногда даже важно, какой национальность этот человек. Какая культура, что там у него в семье, как он воспитан. А какой у него пол, какая у него ориентация. А что у него вообще в личной жизни. А что у него на работе. А что у него с пищеварением. А что у него с гормонами. Может у него гормональный сбой вообще. И когда у человека гормональный сбой, тут вообще не про психологию вопрос. Тут про медицину вопрос. Нужно пойти и лечиться. И на самом деле это тоже такой достаточно важный момент. Я периодически гормоны сдаю, потому что я очень эмоциональная, у меня все хорошо, но я периодически сдаю, потому что иногда я сдаюсь себе просто так, что-то у меня как-то очень много, я чувствую себя агрессией периодически. Может быть у меня там, что норадреналина, адреналин как-то повысился. Недавно я пришла к врачу, говорю, я хочу сдать на кортизол. Знаете, что кортизол – это гормон стресса. Знаете, да? То есть очень часто человек может быть просто в состоянии тревоги, такой нервозности, потому что у него завышен уровень кортизола. И врач мне смотрит, говорит, слушай, ну меня надоело, зачем тебе нужно сдавать кортизол? Говорю, ну как-то вот тревогу чувствую, ну вот я сама тоже работаю с психологом, да, ну то есть личную терапию провожу себя. Говорю, что-то как-то тут меня не могу там достать, что-то у меня, вот какое-то ощущение есть. Давай посмотрим, ну может быть, если кортизол там завышен, ну все, я попью таблеточки и будет нормально. Нет, кортизол занижен, иди дальше консультируйся с психологом, да, что там у тебя там, что это, откуда эта тревога возникает, понимаете? То есть очень важен контекст, очень важно все, что происходит вокруг, да. И как следствие понимание этих эмоций, да, когда мы понимаем контекст, есть уже навык понимания эмоций. Я сейчас не буду, наверное, вам давать задание, вот прям упражнение это проделать, но в отношении понимания эмоций, вот это одно из очень классных упражнений, которые помогают понять свою эмоцию. То есть я так понимаю, что у вас будет запись, да, можете, кстати, сфотографировать, потом просто сделаете упражнение там, например, дома. И насколько я знаю, что потом будет запись, может быть, вы потом еще в записи сможете эту информацию тоже взять. В принципе, презентацию тоже я могу прислать, если вам интересно, чтобы там вам разосали упражнение сделать. Оно очень полезное, его делать желательно не так, что один раз делала все, а периодически, когда вы что-то переживаете, и вам не очень понятно, что происходит с вами. Вот, пожалуйста, возьмите, сделайте упражнение, да, это один из примеров. Вот, соответственно, вы прописываете, что вы чувствуете, почему вы чувствуете, вы прописываете, окей, если я это чувствую, какова могла быть цель этой эмоции, что она хотела мне дать, почему она пришла, да, почему я именно так отреагировала и так далее. Вот, и дальше какая у меня была реакция, адекватна ли она была реакция вообще в отношении контекста, да, того, что происходило и так далее. И здесь вот в рамках понимания эмоций очень важно знать, каким образом вообще, я сейчас очень быстро объясню вам, как технически возникает эмоция, и возможно, вам тогда тоже будет более понятно вообще, каким образом понимать, что со мной происходит. Значит, есть такое слово прекрасное, триггер, знаете, что такое триггер, да, это нечто, что включает. Так вот, в нашей памяти есть определенная база данных, которая в себе хранит вот эти триггеры. Триггеры, вызвавшие определенную эмоцию в определенный момент времени. Понятно сейчас? Не запутанно объясняю. Дальше. Чем больше таких триггеров, то есть чем чаще эти триггеры повторяются, эмоция же будет появляться, да, тем сильнее эмоция. И второй момент. Чем раньше в возрасте этот триггер появился, тем, естественно, сложнее будет эту эмоцию проработать. Пример, чтобы было понятно. Маленький ребенок шел по улице, его укусила оса. Он испугался, ему было больно, память зафиксировала, что оса плохо, боимся осу. Да? Типа инпринт. Что, что? Инпринт. Как? Инпринт. Ну, какое умное слово. В общем, это слишком умное слово для меня. Да, то есть наш мозг начинает защищать и говорит, окей, плохо, оса плохо, боимся осу. Если этого ребенка, эта оса укусит еще через полгодика или через годик, мозг такой, так, я же говорил, что оса плохо. Я говорил, оса плохо, мы боимся осу. И в итоге этот человек может вырасти, ему исполнится тридцатник, и он будет бояться эту осу просто как самого страшного вообще существа на планете. Я не помню, как это исследование называется, но это было исследование, которое показало, что ребенок учится эмоции, если он видит это у взрослого. И там было исследование по агрессии, и там были еще, это, по-моему, конец или середина 20-го века, 70-е или 60-е, как-то так. То есть там даже, если вы убьете, я не помню сейчас, как он называется, но если вы убьете в интернете, там психологические исследования, вы найдете. То есть там есть даже такие картины, когда просто что-то дубасит какую-то игрушку, потом ребенок это видит, и он заходит в кабинет, видит эту игрушку и начинает просто хреначить по этой игрушке полкать. На самом деле, ну, как бы это не очень смешно, да, это реалии жизни, когда мы осознаем, насколько мы влияем на детей. Но это уже вообще отдельный момент, кстати, касательно воспитания детей, наша с вами задача будущего, это научиться эмоциональному интеллекту, еще и чтобы будущее поколение, да, развивать уже немножко в другом направлении, чтобы не пришла к ним Рузанна и не сказала, что, а у вас родители учили эмоциональному интеллекту в детстве? А они сказали, да, учили, потому что родители сами эмоциональному интеллекту учились, да, и развивали. Вот, соответственно, о чем мы говорили с вами, про триггеры. Так вот, то есть любая эмоция возникает в результате триггера. И здесь очень интересный момент. Один и тот же триггер может вызывать разную эмоцию. Согласны? Понимаете, о чем я говорю? О контексте. О контексте, да. Например, вы знаете, что в азиатских странах едят в разных гадах, там, например, тараканы, да, змеи. И, соответственно, если какой-то азиат увидит змею или таракана, то у него будет такая приятная эмоция, вкусненькая, да, потому что, ну, это классно, он с детства это ел, это вкусно, у него хорошие эмоции, это триггер хорошей эмоции. Если человек, ну, не знаю, там, западный, например, которого либо укусила змея, либо он с детства мультик увидел, испугался, ну, как угодно, да, то есть если у него змея вызывает страх, то одна и та же змея у разных людей будет вызывать разные эмоции. То есть, да, совершенно верно, важен контекст и важно понимать, вот, что один и тот же триггер может вызывать разные эмоции. Это, опять же, возвращаясь к тому, что мы никогда не можем понять, почему этот человек так отреагировал, потому что, возможно, причина не в этом, возможно, причина вообще в другом. И мы даже не знаем, почему, да, он таким образом. Есть очень классное упражнение, которое я хочу вам тоже сейчас обозначить, вы его сделаете, там, это как домашняя работа. Выпишите, пожалуйста, все триггеры на все эмоции. То есть мы сейчас с вами поговорим про базовые эмоции, а вы можете просто выписать триггеры, задать себе вопрос, а что у меня вызывает страх? Какая ситуация, явление, что вообще, в принципе, в этой жизни у меня вызывает страх? А что является триггером радости? Потому что я сейчас вот говорила, хорошие эмоции, плохие эмоции, мне интересна была ваша реакция, но реакция не последовала. На самом деле, хороших, плохих эмоций нет, но их не существует. И вы можете в интернете, к сожалению, найти такое, что негативные эмоции и позитивные эмоции, такие таблицы даже есть, ужасные таблицы, потому что это неправда. Каждая эмоция, она просто, это факт. Не можно сказать, что у меня есть хорошая правая, левая рука и плохенькая правая. У меня есть хорошенький старший сын и плохенький младший. Любая эмоция, она просто, это факт, это часть тебя, это вот к слову «я», да, это «я», эмоции, это страх, это «я», агрессия, это «я», печаль, это тоже «я», все эмоции, это «я». Вопрос того, каким образом мы эти эмоции используем, куда мы их направляем, почему они нам нужны. И, соответственно, если сейчас быстренько пройтись по базовым эмоциям, какие вообще, знаете, бывают эмоции? Семь базовых эмоций. Это, так, сейчас, извините, гнев. Как распознать гнев? Ну, здесь, на самом деле, я просто пыталась найти картинки, они на русском языке, поэтому здесь не очень правильно. Вот по поводу блеск в глазах, это не научное явление, блеск в глазах, это не признак гнева. Но самые главные признаки гнева, это вот сморщенные брови, да, и поджатые губы, когда вот, прям вот так вот, да. Дальше, очень быстро пройду по распознаванию. Отвращение, это вторая эмоция. Отвращение, это когда, вот, 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 вы видите подтянутую верхнюю губу, чуть-чуть открыты зубы. И самый главный признак отвращения, это вот этот сморщенный нос. Фу! А если еще и телом, то это вот, да, отторжение происходит. Дальше. Страх. Самый главный признак страха, это приподнятые брови и чуть-чуть вот кожаный, как бы, рот, да. Очень часто страх может путаться с следующей эмоцией, с какой? С удивлением. Да, молодцы. Очень часто страх путается, а, нет, у меня тут презрение, удивление будет дальше. Очень часто страх путается с удивлением, мы сейчас его посмотрим. Презрение. Единственный признак презрения, который выявил Пол Экман, это чуть-чуть приподнятая губа. Вы должны понимать, почему я сказала, что вот, зная это, вы не факт, что сразу сможете распознать эмоции. Потому что есть так называемая микромимика, это может произойти в секунду. Человек не делает так целый день, да? Он так не ходит. И так он целый день не ходит. Эмоция, по сути, это просто вспышка. И если человек очень долго находится в эмоции, вот прям там постоянно в печали, это уже, ну, тут нужно разбираться. Иногда это может быть уже даже заболевание какое-то, да? Потому что человек очень долго в одной эмоции не находится. Эмоции, они просто вот как вспышки возникают, 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 одна за другой, одна за другой. Да, какое-то состояние у нас общее есть, но сами по себе эмоции, они возникают. И поэтому нельзя сказать, что вот я посмотрела на картинку, теперь я у всех вот распознаю эмоции, да? Дальше, следующая эмоция, это удивление, которое похоже на страх, но в удивлении, отличие удивления от страха, это то, что в страхе, в удивлении челюсть будет отвисшей. В страхе челюсть отвисшей никогда не будет. Во-первых, в удивлении очень широко раскрыты глаза, и челюсть, она будет, да? Ну, то есть как, все равно в любом случае вот эта вот реакция. А можно сказать, что удивление предшествует страху или же радости уже дальше? Опять же, важен контекст, может быть. Может быть, конечно. И есть такой даже тренажер, вот я сказала про «обмани меня». Помните, он там тренажер такой, ты постоянно проверял себя в распознавании эмоций. Это, собственно, тренажер, который создал Пол Лекман, он действительно существует. И в этих тренажерах там вот как раз есть череда эмоций. Может такое возникнуть, что у вас одновременно несколько эмоций на лице возникает. И очень сложно, вот когда несколько эмоций, очень сложно понять, очень сложно распознать. Может быть отвращение с гневом, отвращение с удивлением, страх с удивлением. Ну, то есть тут очень много. Печаль. Самые главные признаки печали, рассеянный взгляд, не обращайте внимания на это. Самые главные признаки печали это уголки губ вниз и по бровям немножечко. Но по бровям не всегда это бывает. У человека может быть больше здесь, либо в бровях, но в большей степени это спущенные уголки губ и собранные, приподнятые, как у Пьеро из Буратино. Помните, он такой всегда был печальный герой. Дальше, следующая эмоция, это радость. Основной признак радости, как распознать искреннюю радость или нет, знаете? Глаза прошли, нынки. Морщинки, да. Морщинки. Как у нас они называются? Гусиные лапки. На тренинге у нас очень интересно, там были люди из разных стран. И была еще одна девочка из Москвы, и мы говорили, что у нас в России это называется гусиные лапки. Где-то это называется рыбий хвост. По-моему, в Америке, что ли. Где-то еще как-то, ну то есть цеплячьи что-то там по-разному. Да, по гусиным лапкам. Потому что вот это далеко не искренняя улыбка, да? Ну, я не знаю, вы видите меня сейчас? На что это похоже? Если у меня так классно делается, тогда я не... А что? У меня так классно делается, тогда что? У меня не искренность или как? Почему у вас так классно делается? Не знаю, ну как бы нет такого. Вы так думаете, вы же не видите себя со стороны. Нет. Вот, сейчас посмотрите на себя. Вот когда вы хохочете, посмотрите на себя. Понятно, что, ну как бы морщины тут все зависит от того, какая у нас кожа. Никто не говорит, что оно там скукожится все должно, да? Вот. Но у нас появляются, даже у детей они появляются, если вы посмотрите. То есть вот эти вот небольшие вот эти вот такие полосочки здесь появляются. А у некоторых прям вот эти вот гусиные лапки. Это признак искренней улыбки. Упражнение лейблинг мы с вами делать не будем, потому что у нас нет времени. Я хочу вам сказать по поводу... Вылетело слово из головы. Словаря эмоций. Кому интересно, вбивайте, можете сейчас сфотографировать, можете вбить в гугле колесо эмоций Роберта Плутчика. И Роберт Плутчик – это еще один психолог, который говорил про психологию эмоций. У него немножечко другая теория. Я о ней обычно на тренинге не рассказываю, потому что я обучала в школе Пола Экмана. Но мне очень нравится у Роберта Плутчика вот колесо эмоций. Оно как такой словарь уже готовый. И если работать над навыком распознавания эмоций, лейблинга, колесо эмоций Роберта Плутчика очень помогает набрать вот этот словарный запас. Поэтому, кому это интересно, вы можете вбить прям в гугле колесо эмоций Роберта Плутчика. Вот оно. Здесь огромное количество разного характера эмоций, которые вы можете на себе применять и распознавать свои эмоции. Соседство между ними не просто так? Не просто так. Давайте что-то быстро пройду, раз возникли вопросы. Просто мало времени, к сожалению, я пытаюсь максимально дать, но не хочу просто слишком сильно задерживать. Значит, что говорил Роберт Плутчик, что есть определенные эмоции базовые и есть эмоции, которые конфронтальные. То есть, как, например, гнев и ужас, или, например, восторг и горе. То есть, они как зеркалят друг друга, грубо говоря, в разных форматах. Это очень долгая тема, поэтому я не буду в нее погружаться. В принципе, вот здесь вот точно можете погуглить и просто почитать. Просто читайте, пожалуйста, не статьи, а прям найдите, я не знаю, даже хотя бы википедию что ли какую-то. Ну, то есть, вбейте там теорию психологии эмоций Роберта Плутчика и найдите научную статью, и вот ее и почитайте, если вам это интересно. Потому что она немножко отличается от того, что говорил Пол Экман, но сильно не конфликтует. Но я использую колесо Роберта Плутчика только для того, чтобы помочь в наборе словарного запаса. Дальше. Касательно выражения эмоций. Не будем тоже, наверное, делать это упражнение сейчас, но оно очень полезно в каком ключе. Вообще, выражение эмоций – это такая история, что она очень сильно завязана на нашем воспитании, на той культуре, в которой мы разрастем. И несмотря на то, что я путешествую и живу сейчас уже не в России, я по национальности армянка, выросла я в России, и у меня менталитет постсоветский, так или иначе, какой бы я прозападной ни была, у меня есть определенные базовые моменты, которые у меня есть, они у меня заложены уже. И это не хорошо, не плохо, это необходимо знать про себя и понимать, что из этого можно модернизировать и изменить, чтобы сделать жизнь лучше, а что из этого можно оставить, но при этом понимать, как это использовать. И вот касательно выражения эмоций ровно так же. И что вот эта таблица дает? Я быстренько ее вам расскажу, а вы там дальше уже, те, кому это интересно, можете поделать, поработать над этим. У нас есть как бы четыре составляющие того, каким образом мы выражаем эмоции, то, что мы показываем, транслируем, или не хотим транслировать, но это выползает каким-то образом. И вот вы видите, здесь четыре квадрата. Первый – это то, что я знаю про себя и в принципе показываю другим. Ну, не знаю, я знаю, что я эмоционально руками машу, и, в общем-то, я себе позволяю руками махать, и улыбаюсь, и, в общем, мне нормально это транслировать другим. Следующее – B-сектор. То, что я знаю о себе, но не рассказываю другим. То есть я сейчас сам не сижу, не рассказываю, какие у меня там взаимоотношения с мужчинами, или не показываю свои взаимоотношения с мужчинами, не показываю, как я себя веду на свидании, потому что это не в контексте, мне это не нужно, и я не собираюсь это другим показывать. Либо вообще есть какие-то вещи, которые в принципе я не показываю никому, потому что только своему психологу. Понимаете, да, контекст? Третий – B. То, что я не знаю о себе, вот это самое интересное, но знают другие. Например, вот сейчас, возможно, извините, но я вас возьму в пример, вы сидите и вот так вот делаете ножкой, может быть, вы не сильно… То есть понимаете, да, то есть может быть сейчас вы даже особо не осознаете, что вы сидите и ножкой вот так вот делаете, но мы все видим, то есть мы знаем, что вы ножкой дергаете. Мы не знаем контекста, мы можем предположить, что, не знаю, там это нервяк какой-то, или вы там, извините, в туалет хотите, да, то есть тут может быть много разного контекста. Но это вот пример такой, что, возможно, человек в этот момент о себе этого не знает, и сейчас, на самом деле, я могу тоже, может быть, я что-то такое транслирую, что я о себе не знаю. Хотя вряд ли, конечно, ну так или иначе, такое может быть, да. Соответственно, если, особенно когда мы не знаем про себя, не знаем про свои эмоции, не знаем, как мы выражаем эмоции, это очень часто проявляется, что я не знаю про себя, но другие это видят. Опять же, это не говорит о том, что они знают, что я чувствую, не знают контекста, но они это видят, да. И цифра, буквка «Г» — это то, что я не знаю про себя, и то, что другие тоже не знают про меня. Это уже что-то на уровне бессознательного, это то, что с нами живёт, наше внутреннее «Я», которое существует, и очень часто заблокированные эмоции, когда-то не произошли в детстве, или ещё в какой-то момент наш мозг принял решение нас спасти и заблокировал что-то, и оно там внутри находится, я об этом не знаю, другие об этом не знают, то есть я это как-то особо не транслирую, но потом в какой-то момент это где-то как-то выползет, или, возможно, это влияет на какие-то мои решения, но я не знаю, что именно это является причиной того, что я принимаю такие решения. Понимаете, о чём говорю, да. Вот. Ну, здесь, естественно, работать с психологом, я всегда за то, чтобы люди всё-таки проходили личную терапию, и это не потому, что ты заболел, если ты заболел, ты идёшь к психиатру, да, а психолог — это как вот ты пошёл к тренеру в тренажёрный зал, сам ходишь, или ходишь к тренеру, если у тебя есть какая-то цель, чего-то добиться, да. Вот. И, значит, для чего… Чем полезно это упражнение? Вы выписываете, вот вы записываете себе 4 квадрата и выписываете, как вы думаете, что есть то, что вы знаете про себя и знают, ну, и показываете это другим, ну, и так дальше по остальным пунктам, да. И таким образом вы сможете понять про себя больше и сможете больше понять, что вы выражаете, что вы транслируете миру через своё тело. Это что касается выражения эмоций. Здесь очень быстро скажу, сразу хочу открыть, чтобы не тратить время, но почему-то мой макбук решил медленно работать. В общем, на наше выражение эмоций, естественно, очень сильно влияют установки, которые у нас есть. Они, конечно же, тоже приходят с культурой, с воспитанием, с какими-то нашими другими убеждениями. Книги читаем, установки появляются и так далее. И в данном контексте имеются в виду некоторые негативные установки, которые нам мешают выражать эмоцию. И очень часто я даю такое упражнение, оно очень классное, очень сильное и простое. Вы выписываете все установки, которые вам мешают, и рядышком записываете так называемые аффирмации. Аффирмация – это положительное убеждение, это как бы трансформация негативной установки в аффирмацию. Например, я не смогу высидеть до конца на этой лекции, это негативная установка. Аффирмация – мне это интересно. Да, я уже устал, но при этом осталось еще какое-то время, я досижу, потому что мне хочется досушить все до конца. Ну, это сейчас так, чтобы немножко вас расслабить и поддержать те, что мы сейчас здесь находимся. Это очень классное упражнение, действительно очень сильное упражнение. И эти аффирмации, которые вы создаете, это не просто так записали, книжку отложили, а идеально, если это как такая мантра ежедневно себе прочитывается. Потому что ваш мозг должен это запомнить, тоже некий навык. И все это, собственно говоря, влияет как раз на ваше тело. И поэтому так важно еще и с телом работать, потому что эмоции у нас в разных частях тела. Эмоции блокируются, очень помогают массажи, помогают, есть такие кинезиологи, психологи-кинезиологи, которые работают непосредственно с телом. Я сама работаю, я не кинезиолог, я сама работаю с таким, один из моих психологов, с которыми я работаю, она психолог-кинезиолог. И она вот прям по точкам, такой процесс очень интересный, с точками, с проговариванием неких установок, то есть через вот эту работу с телом, я могу сказать, что очень полезно и результативно. И самый интересный момент, это на самом деле такая завершающая часть перед медитацией и тем, что я обещание свое выполнила, и мы закончим к часам 9, максимально я отложила 2 часа. Каким образом регулировать эмоции? То, что я говорила в самом начале, то, зачем я ехала в Манчестер, в школу Пола Экмана, для того, чтобы получить инструменты в регулировании эмоций, я вам сейчас дам по большому счету 2. Один инструмент регулирования эмоций, это вот тот, который я вам сейчас буду давать, это метод, называется метод Джеймса Гросса. Опять же, я не знаю, зачем вам нужны имена, но так или иначе, чтобы вы понимали, Джеймс Гросс – это психолог, который провел ряд исследований и разработал метод регуляции эмоций. Я вам могу сказать, что особенно в вашем формате работы это будет очень полезно. Ну, вообще, в принципе, это в формате коммуникации с клиентом. Этот метод мне очень нравится. И сейчас вы поймете, почему. Значит, ну, во-первых, в принципе, каким образом, это пока еще не метод, в принципе, каким образом можно регулировать эмоцию. Первое, что можно сделать, когда ты знаешь себя, ты знаешь, каким образом ты реагируешь, что происходит с тобой, какую эмоцию ты в той или иной ситуации испытываешь, когда ты знаешь триггеры, которые могут вызвать ту или иную эмоцию, ты уже, в принципе, можешь предотвратить некоторую эмоцию. Правильно? Конечно. Например, не ходить никуда. Например, не ходить, закрыться дома, не ходить никуда, и ничего не происходит. Мне, наоборот, говорили, что нельзя предотвращать эмоции, можно просто о них говорить. Например, если меня кто-то спросил, Ну, то есть, наоборот, нельзя предотвращать эмоции, нужно о ней хотя бы как-то сказать. К примеру, знаешь, блин, мне сейчас неприятно, можно, давай так, ты не будешь нам говорить. А просто как бы ничего не выражать, это уже очень плохо. Смотри, объясню. Предотвратить эмоцию означает сделать так, чтобы она не возникла. Понимаешь? То есть, если эмоция не возникла, что ты там будешь сообщать? То есть, я знаю, что... Какой пример? Например, на ногу в метро наступили. Я знаю, что если мне... Какой степень больной цепи у меня? Ну, смотри, давай так, на ногу в метро наступили, это другая форма, я сейчас о ней расскажу. Например, предстоит встреча, и я знаю, что если меня перебьют, я разозлюсь. Ну, допустим, да? Если я буду что-то говорить, меня перебьют, я разозлюсь. Предотвратить эмоцию, это сказать, слушай, Рузан, знаешь, что люди разные, тебя там могут перебить, ты уже знаешь, что тебя могут перебить, поэтому давай мы просто договоримся с собой, что ты не будешь на это реагировать. Ну, это сейчас такой пример, понимаете, да? То есть, вот, это первый момент. Но может получиться так, что я не смогла предотвратить эмоцию, да? Либо ситуацию как-то изменить, либо еще что-то. Второй вариант – это каким-то образом эту эмоцию убрать. Но здесь очень важно. Убрать не значит убить, заблокировать, да? Убрать, например, выпишите список того, что вам помогает, допустим, успокоиться. У меня, например, это холодная вода, медитация. Я вам сегодня покажу медитацию, которую вы можете делать, вот, прям, чуть ли не, ну, может быть, не на встрече, но в офисе 100% мы сегодня будем делать так, как это, там, не нужно одевать йога-костюм, там, садиться в какие-то позы и так далее. Вот. Дыхательные практики. Даже просто не знаю. Риса. Спасибо большое. Петь. Ну, все, что угодно. Хороший у вас психолог, я вам хочу сказать. Отлично. Есть же такая история, что ритм дыхания, он, по сути, управляет эмоциями и обратно. Вы знаете, вообще, я сейчас очень много акцентов, вот сейчас я увлеклась изучением всяких дыхательных практик, я вообще еще, я думаю, что я дальше уйду и поеду куда-нибудь и буду еще там дальше в базе это все изучать, потому что я все больше и больше действительно убеждаюсь в том, что дыхание, это вообще самое главное, что, в принципе, есть у человека. И если мы научимся осознавать, осознанно дышать, вы очень правильно сейчас, Роман, сказали, если мы научимся осознанно дышать, то нам даже разговаривать с собой важно, но вот это осознанное дыхание, оно тоже помогает балансировать. Поэтому, конечно же, убрать эмоцию можно через дыхание. Очень много может быть инструментов. И вот один из способов регуляции эмоций – убрать эмоцию. Но может быть такое, что не получится. И еще один момент. Мы можем инициировать эмоцию. Вы наверняка слышали, если кто-то из вас проходил тренинги по продажам, вам наверняка говорили, что если ты разговариваешь по телефону, улыбайся, потому что когда ты улыбаешься, люди слышат твою улыбку. Но это не только потому, что люди слышат твою улыбку. Наш мозг такой интересный и, на самом деле, простой достаточно. Когда мы показываем мимику определенной эмоции, то мы можем себе эту эмоцию вызвать. Это, кстати, вы пример приводили про исследование с детьми, когда агрессия, и они эту агрессию переняли. Точно так, что я могу создать любую эмоцию сейчас. Я могу сейчас ощутить, какую схожете эмоцию, я могу ее мало того, что распроизвести, воспроизвести, но еще и почувствовать ее. Я могу ее привести, инициировать в себя. Теперь, зная это, мы можем инициировать радость. Например, иногда, даже в переговорах, нужен гнев. У тебя может быть классное настроение, но тебе надо показать гнев. Но гнев так, чтобы правильно его выразить. Потому что эмоциональный интеллект, он не про то, что «Хе-хей, ребята, мы все позитивные идиоты, потому что мы все время улыбаемся». И так не бывает. Иногда есть ситуации, где нам нужно проявить гнев. Например, сказать, что «Вы знаете, если честно, я сейчас очень возмущена тем, что происходит, потому что у нас сроки горят, а ничего не происходит». Как-то мы можем этот вопрос решить, потому что, ну, поймите, это ни в какие ворота. То есть я не ору, да, но, в принципе, гнев здесь есть. Или, например, в некоторых случаях нужна печаль, когда вы сообщаете какую-то новость, да, когда у человека горе, у вас его нет. Это может быть ваш коллега, это может быть просто человек на улице, но вы не будете стоять и смеяться, да. И вам нужно как бы инициировать эту эмоцию, потому что, может быть, вы шли в таком прекрасном настроении, встретили знакомого, и он рассказал о своем горе. Ну, как-то из уважения к этому человеку, вам не надо тоже там грустить, да, сильно, но из уважения к этому человеку вы ведь проявите, это называется эмпатия, да. Вы проявите эмпатию и инициируете эмоцию. Соответственно, регуляция эмоций, она и про то, чтобы научиться инициировать эмоцию и использовать это в благих целях. Поддержать некоторую эмоцию, ну, это уже когда вам необходима в большей степени радость, я не знаю, сколько нужно поддерживать печаль, конечно, но тут уже в контексте. И совершенствовать, то есть развивать некоторую эмоцию в зависимости от ситуации и того, как вам это необходимо сделать. И вот сейчас я вам хочу дать метод Джеймса Гросса. Значит, что сказал Джеймс Гросс, что в той или иной ситуации мы можем регулировать эмоции в зависимости от того, каков контекст и что можно в этом случае сделать. Первое, что мы с вами можем сделать для регулирования эмоций, это выбрать ситуацию. Вы сказали, что, ну, например, никуда не пойти. То есть, если ты знаешь, что, допустим, в шумных компаниях я испытываю тревогу, ну, просто можно выбрать ситуацию и не пойти в шумную компанию, правильно? Или, например, если я понимаю, что, ну, в работе сложно выбирать ситуацию, потому что чаще всего что происходит? Я знаю, что очень сильно волнуюсь выступать на публике, ну, например, да? И я не могу не выступить на публике, потому что мне нужно защищать проект или мне нужно презентовать что-то клиенту или еще что-то. Соответственно, я не могу выбрать ситуацию. И в рамках этого возникает второй пункт от Джеймса Гросса – это модификация ситуации. То есть я не могу выбрать ситуацию, но я могу ее модифицировать. Например, я понимаю, что если я стою перед публикой, мне более волнительно, чем если я сижу. Значит, мне необходимо модифицировать ситуацию таким образом, чтобы у меня был какой-то барный стул. Ну, потому что вы знаете, что спикеру не очень хорошо сидеть на обычном стуле. Ну, как-то это непонятно. Но за барным стулом вполне себе неплохо. Тем более сейчас все больше и больше. Это становится более неформальным, нет каких-то жестких требований. То есть обеспечить себе ситуацию такую, в которой я буду чувствовать себя максимально комфортно. Или, например, кому-то неудобно выступать с презентацией, кому-то удобно просто говорить и что-то там записывать на флипчарте. Значит, мне нужно смодифицировать ситуацию таким образом, чтобы не была у меня никакая презентация, была хорошая структура и флипчарт, бумага и так далее. Понимаете, да, этот метод? Дальше иногда случается так, что, ну, как бы модификацию ситуации я как бы даже сделала, но на самом деле это не до конца помогает. Здесь, в частности, речь про волнение, да, когда очень сильно буря эмоций. И как это можно убрать, предотвратить, помочь себе. Расфокусировка, как это у нас там называется, распределение внимания, да. Дело все в том, что, когда мы очень сильно фокусируемся на одном и том же, нам очень сложно что-то изменить, да. Соответственно, например, я иду на встречу с, ну, я пытаюсь примеры в контексте вашего бизнеса, да, приводить, там, не знаю, у вас встреча с клиентом, там собрались топ-менеджеры, а вы молодой специалист, например, и очень сильно волнуетесь разговаривать с высокого уровня, там, ну, не знаю, с каким-то из топов, топов самого крупного клиента вашей компании, да. Если вы будете постоянно фокусироваться только на том, что сидит здесь этот Василь Васильевич, самый крупный топ, это он 10 человек и вот этот Василь Васильевич, если вы будете фокусироваться только на Василь Васильиче, что бы вы ни делали, это волнение никуда не уйдет. Так вот, распределение внимания помогает убрать или предотвратить, или модифицировать эмоцию тем, что вы свой фокус Васильевича куда-то переведете, понимаете, да? либо на все 10 человек. Ну, просто игра глаз пойдет. Начнете думать о том, что так, там вместо Василия Васильевича еще сидит мой начальник, например. Он меня поддержит. Мой начальник всегда со мной. Там, не знаю, он будет часть какого-то спича сам вести, и мне это поможет и так далее и тому подобное. То есть меняю свое внимание, фокусируюсь немножко на другом, и уже не так страшно, не так волнительно. Понимаете этот пункт, да? Дальше. Даже если это не очень помогает, или плюс к тому, что я уже сказала, когнитивное изменение или так называемый рефрейм. Вы знаете, что такое рефрейм? Фрейм — это рамка, рефрейм — это поменять рамку. Она была вот такая, вот так я смотрела на жизнь, взяла, перевернула рамку и смотрю на ситуацию с другой стороны. Возьмем опять же эту историю с топами и со встречей с клиентом. Я могу на это смотреть, как на Василия Васильевича, который сейчас сидит, и я волнуюсь, потому что мне нужно продать ему услуги. А я беру, делаю рефрейм и думаю, блин, какой я крутой вообще. Я молодой специалист, иду на встречу с этим Василием Васильевичем. И я сейчас буду просто себе в копилку, в копилку своего опыта, добавлять общение с таким топовым клиентом. И если я сейчас с этим Василием Васильевичем смогу пообщаться и добиться плюс ко всему, у меня еще есть поддержка руководителя, который там часть спича будет вести, так я потом вообще, мне море по колено, у меня все остальные клиенты уже не страшны. И моя задача сейчас вот прям вот взять и с этим Василием Васильевичем. Как классно вообще, что у меня такая возможность появилась с этим Василием Васильевичем пообщаться. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть делать некий рефрейм самому себе, обозначить другую картинку, посмотреть на ситуацию с другой стороны, увидеть ее с другой стороны. И опять же тогда становится не так страшно что-то делать. Ну и самое такое интересное, модуляция ответа. Это немножечко сложно. Что здесь имеется в виду? Модулировать выражение эмоций в контексте конкретной ситуации. То есть я понимаю, что опять же с этим Василием Васильевичем, чтобы продолжить линию, я понимаю, что когда я волнуюсь, у меня случается ступор, и мне сложно говорить. Я понимаю, что сейчас я приду туда, начну волноваться, у меня будут руки дрожать, и там голос дрожать, я забуду вообще, что я там должен был говорить, и вообще все в пух и прах. Соответственно, мне нужно как-то сделать так, чтобы смодулировать свой ответ, то есть как бы смодулировать выражение своего состояния так, чтобы этот Василь Васильевич увидел во мне не волнующегося молодого специалиста, а уверенного, классного парня. И что мне нужно для этого сделать? Какие инструменты мне нужны для того, чтобы я себя показал вот таким вот человеком? Набирайте набор инструментов, тренируетесь. Это не так, что сейчас я себе сам это сказал и пошел. Это тренировка, навык. Мы уже с Вами об этом говорили. Соответственно, когда Вы натренированы, Вы понимаете, что Вы можете переключаться из эмоций в эмоцию, Вам становится проще в разных ситуациях выражать разные эмоции. По сути, вот когда я сейчас на Вас орала, и Вы показывали гнев, я смодулировала ответ, вот чтобы Вы понимали, как это происходит. Я смодулировала ответ, то есть я выразила гнев, хотя на самом деле у меня нет этой эмоции сейчас во мне, но мне нужно было это показать. Я смодулировала ответ, отрегулировала свои эмоции в рамках контекста, который мне нужно было с Вами сейчас проиграть, проработать. Понимаете? И, собственно говоря, здесь на самом деле должно было быть очень интересное упражнение. Я хотела Вам дать такую ролевую игру, взять кейс из Вашей практики сложный и проиграть в роли клиента выступить, или взять Вас несколько человек, которые выступят в роли клиента. Но, если честно, я не хочу этого делать сейчас. Мне кажется, что уже как-то совсем подустали. Но что я хочу Вам предложить? У Вас бывают какие-то утренние собрания, что-то такое? Я Вам хочу предложить в рамках какого-то из своих мероприятий, просто внутренних, может быть, и те люди, которые сейчас в трансляции, они, может быть, к Вам присоединятся, сделать самим просто. Взять и взять какую-то ситуацию, вот прям внутреннюю ситуацию. Может быть, даже мое отсутствие Вам поможет, потому что это внутренние какие-то секретики компании. Не очень хочется о них рассказывать. Но Вы можете взять какую-то конкретную ситуацию, сложную, эмоциональную, и проработать эту ситуацию в такой ролевой игре. Двое, трое, четверо, сколько там Вам нужно человек, будут вот эту сценку делать. А все остальные со стороны наблюдать и записывать. А какие эмоции были? А какое выражение эмоций? А как можно было бы выразить эмоцию по-другому? А почему было сложно? Ты-ты-ты-ты, все это Вы, значит, записываете. Дальше Вы сначала, те, кто эту сценку проигрывали, обозначают и рассказывают то, что они испытывали, Вы сравниваете с тем, что у Вас написано, дальше обсуждаете, и у Вас рождаются новые сценарии поведения на встрече в рамках эмоционального интеллекта. Понимаете, да? Это такое мое предложение, то, что Вы можете сделать для того, чтобы усовершенствовать процесс работы, взаимодействия с клиентом и так далее. На этом у меня все. Я хочу сейчас завершить медитацией, но перед этим спросить, есть ли у Вас вопросы, все ли понятно. О, кстати, я Вам не сказала про измерение эмоционального интеллекта. Спасибо, что про книги спросили. Я забыла про парочку слайдов своих. У меня тут есть и книги, и фильмы. И вот это как раз то, что я Вам обещала. Значит, как измерить эмоциональный интеллект? Как понять, насколько у Вас развит эмоциональный интеллект? Значит, знаю себя. А знаю себя, помните, да? Знаю, что чувствую, почему чувствую, что стала причиной, как я это выражаю, как я реагирую на то или иное и так далее. Управляю собой. Знаю, как вести себя в какой-то ситуации, понимаю, каким образом управлять собой, понимаю, как управлять своей эмоцией в той или иной ситуации, знаю, что все важно в контексте и так далее, и так далее. Дальше. То есть вы понимаете, что вы задаете себе этот вопрос, если вы понимаете, что, ну как бы нет, окей, значит, я знаю себя, но не управляю. То есть я знаю, что я там эмоционирую в такой-то ситуации, но на самом деле я этим не управляю. Значит, вы понимаете, что окей, мне нужно работать над навыком управления собой. Понимаете, да? Знаю других, но знаю других — это вот эта вот эмпатия. То есть не потому, что я такой Шерлок Холмс, который сразу всё понимает, а просто я знаю, я умею проявлять эмпатию, я знаю других в контексте того, что я понимаю, что другой человек, я разрешаю ему чувствовать эмоции, потому что я разрешаю и себе чувствовать эмоции. Эффективно управляя взаимоотношениями. А эффективно управляя взаимоотношениями — это что? Мы с вами об этом немножечко так поговорили. Интерес. Спасибо большое. Как у других дела, да? Но не как у других, а что чувствует человек, почему он это чувствует. Но сразу скажу, понятно, что вот был комментарий, что, ну, человек же может как-то отреагировать. Даже если вы у человека спросите, почему ты сейчас это испытываешь? Он может всё равно взвеситься. Поверьте, ну, потому что мы не привыкли к таким вопросам. Какое твоё дело вообще? Даже близкий человек так может сказать. Поверьте, мне требуется время для того, чтобы приучить своё близкое окружение к тому, что я не псих, который просто задает странные вопросики, а я таким образом выстраиваю эффективные взаимоотношения, да? Поэтому будьте с этим осторожны. Иногда это тоже называется нарушение границ, да? Иногда не надо спрашивать у человека, что он сейчас испытывает, если это не конфликт, и вам просто интересно, потому что вы хотите его поддержать. Иногда не надо, лучше оставить этого человека в покое, да? Но так или иначе, эффективно взаимодействую, да. Задаю вопросы, спрашиваю, почему, что происходит и так далее. И не зацикливаюсь на прошлом. Ну и, в принципе, не зацикливаюсь вообще ни на чём. Потому что зацикливание, вот это, помните, распределение внимания, мы говорили, когда говорили про регуляцию эмоций. Когда мы зацикливаемся, там всё и начинается, да? Там нет баланса, там есть просто долбюшка в одну сторону и очень много нервотрёпки. Управляю своими мыслями. Вы знаете, что, ну, говорят, что у мужчин 40 тысяч мыслей происходит в минуту, что ли, или в день, а у женщин 60 тысяч. Вот управляя своими мыслями, это как раз про медитацию. Медитация очень помогает управлять мыслями. Управлять мыслями не означает сделать так, чтобы у меня, извинился, выпрямились и мыслей не было, да? А управлять мыслями означает контролировать поток мыслей, который приходит в моё сознание, а, и б, контролировать негативные мысли, которые приходят в моё сознание. Тут про установки, да? Почему я сказала, что вот это упражнение с установками очень крутое? Потому что вы таким образом помогаете себе мыслить позитивно. Понятно? Ну и фокусирую внимание. Вот смотрите, я говорю, что не зацикливаюсь, но фокусирую внимание, да? То есть я не зацикливаюсь на одном и том же, но при этом, если мне необходимо сфокусировать своё внимание, я могу это сделать. Опять же, медитация помогает в этом. Практики по регуляции эмоций помогают в этом. И фокусировка внимания очень важна, особенно творческим людям, особенно всем, по сути, да? Вот. Соответственно, вот эти вот, по-моему, у меня больше здесь нет никаких пунктов. Вот эти брюки превращаются в туфли. Значит, вот эти семь пунктов, они, по сути, вам помогут понять, насколько у вас развит эмоциональный интеллект, и помогут понять, а над чем поработать, где сбоит. Ну, если вы не хотите с психологом работать и будете это делать сами, да? Вы работаете с психологом, я думаю, что вам там психолог во всем помогает глубже разобраться. И теперь отвечаю на вопрос про книги. Ну, у меня тут на английском написано, значит, смотрите, Пол Экман «Психология эмоций». На самом деле у Пола Экмана несколько книг, есть даже книги, которые, так отойду, которые так и называются «Обмани меня», там даже фотография вот этого главного героя. Ну, это такой классный маркетинг-ход сделать так, потому что, как мы с вами убедились, и я, честно говоря, убеждаюсь на этом, об этом, на каждом тренинге, мало кто знает такой Пол Экман, но все знают фильм «Обмани меня», поэтому это очень классный маркетинг-ход назвать книгу «Обмани меня», хотя на самом деле это «Психология эмоций» Пола Экмана, да? Поэтому вот зайдете в любой книжный, в интернете посмотрите «Обмани меня», «Психология эмоций» Пола Экмана. Ну, я часто рекомендую книги Пола Экмана, поэтому вот из моего списка вот они такие. Это касается, что касается «Психологии эмоций». Что касается эмоционального интеллекта, Дэниел Гоуман, вот здесь вторая книга для примера, да, как раз, Дэниел Гоуман, у него есть тоже огромное количество книг «Эмоциональный интеллект 1» версии 1, «Эмоциональный интеллект 2», там уже следующее издание. У него есть, сейчас я вспомню, как называется книга «Для управленцев». А, это так и называется, «Эмоциональное управление». Он там в соавторстве, не помню вторую фамилию, но вот «Эмоциональное управление» Дэниел Гоуман, Брик или как-то так его зовут, не помню. Ну, самое главное, Дэниел Гоуман «Эмоциональное управление» — это для тех, кто, если кто-то из вас управляет людьми, потому что, на самом деле, это тоже как с детьми, нужно обязательно уметь управлять правильно людьми и их эмоциями, да, чтобы не нарушить взаимоотношения, чтобы сделать так, чтобы ваш сотрудник был эффективен, чтобы он хорошо работал, хорошо себя чувствовал при этом. Вот, так, это, наверное, вот основное в отношении «Эмоционального интеллекта». И что посмотреть? Очень классный фильм, «Прогулка», вот «The Walk», может быть, кто-то из вас уже смотрел. Он, на самом деле, не про психологию эмоционального, он про страх. Это основано на реальных событиях, он про человека, забыла, как его зовут, у меня плохо с памятью и с именами. Это про человека Филипп… Как это? Как? Нет, не можете. Ну, в общем, короче говоря, это про канатаходца, который поставил себе целью пройти на канате на этих вот двух башнях-близнецах, и в итоге это сделал, нарушил закон, он это в итоге сделал, конец 70-х. – Который «Гранд Каньон» потом у страховки прошел? – Я не помню про «Гранд Каньон», там не было про «Гранд Каньон», может быть, кто-то был другой. Ну, в общем, «Прогулка» называется фильм, биографический такой, он основан на… очень красивый, и там очень много про страх и про преодоление страха, потому что он это сделал без страховки. Ну, какая там страховка 70-х или 60-х или 70-х годов. Вот. Ну, «Лайкми, обмани меня», само собой, кто смотрел, вы хотите, пересмотрите один из моих любимых сериалов. И мультик «Головоломка» тоже про эмоции, очень доступным способом показаны эмоции. Если у вас есть дети, посмотрите «С детьми», если не смотрели, потому что это тоже, в общем-то, такое пособие для ребенка в изучении эмоций, очень такое классное пособие. Вот. Ну, это мой ник в Инстаграм, и моя попа снова на Маврикии. А почему Маврикии? Сейчас как раз я хочу перейти к медитации, и мы на этом завершим. Я как-то в прошлом году обнаружила, что при условии, что я так много работаю с эмоциями и с психологией, я веду блог в Инстаграме, я много рассказываю про любовь к себе и так далее, я тут обнаружила в прошлом году, что что-то у меня с любовью к себе какие-то проблемочки возникли, что-то все равно как-то не очень хорошо. Я начала, значит, в этой истории работать, находить причины, что там сбоит и так далее. И получилось так, что уже спустя какое-то время этой работы над собой, этой любви к себе, у меня случается командировка на Маврикии. Я тогда работала с многими дальними эстрадами, как я уже говорила. У меня случается командировка на Маврикии, и я думаю, ну окей, я там останусь еще в отпуск на неделю, чтобы как-то вот отдохнуть. И, значит, лечу я в эту командировку, сижу в самолете и понимаю, что как бы я лечу на остров, ханимун остров, и я как бы лечу одна. Ну потому что я лечу в командировку и остаюсь там в отпуск. Но окей, я люблю путешествовать одна, ну, от остров любви путешествовать одной как-то. И начинаю у меня, значит, начинаются такие вот мысли. Я уже в самолете, уже лечу, вот у меня сейчас будет командировка, и там через неделю у меня будет отпуск. И тут я, значит, листаю журнал в Люфганзе и вижу вот этот вот браслетик. И меня осеняет, что, слушай, это так интересно получилось, что я вот работаю над любовью к себе, и я, ну, у меня уже были результаты определенные, да, я там и медитации уже делала, и йогой занималась, и с психологом работала тоже в этом направлении. И я понимаю, что я лечу на ханимун сама собой. То есть это как бы вот мой праздник любви к самой себе. И это в контексте эмоционального интеллекта и психологии эмоций очень важный момент. И я понимаю, что, слушай, а вот, Рузан, ты знаешь, а ведь когда люди как бы на ханимун едут, они же как бы уже поженились, должно быть какое-то обручальное кольцо или что-то, я, значит, покупаю этот браслет, делаю сама себе предложение, готова любить меня в здравии и в болезни, любой и в любом состоянии, какая бы то ни была, ну, значит, проговариваю себе вот это вот, делаю себе это предложение, соглашаюсь, естественно, тоже так помпезно внутри себя. А вы понимаете, да, а эмоции не выражаются, я продолжаю сидеть в самолете. То есть вы представляете картинку, вот просто сидит человек, а как много всего в этом человеке целая вселенная, да, как много всего в нем в этот момент может происходить. Он там женится сам собой, с ума потихонечку сходит, да, вот. Все, я покупаю, значит, себе этот браслетик, одеваю, и у меня была безумная такая поездка, один из лучших моих отпусков, действительно погружение в себя. Это был аюрведический отель, я просто каждый день занималась там духовными практиками, разными йога-процедурами, аюрведа-процедурами. Очень много было у меня там, как сейчас называют, инсайтов, да, очень много открытий про себя, очень много узнавать про себя, и поэтому я использую эти фотографии в своих презентациях для того, чтобы показать то, что я это все прохожу, мои знания не означают, что во мне не рождаются эмоции, мои знания не означают, что я не бываю слаба, что я не теряю веру в себя и так далее. И это подтверждает то, что вот работа с эмоциональным интеллектом – это как бы бесконечный процесс, да, то есть вот он длиной в жизнь, и ты не можешь просто взять и сказать, а, окей, сейчас я прошел тренинг, и все, я теперь все знаю. Это очень интересный такой увлекательный процесс длиной в жизнь, и просто важно это осознавать. И когда ты это осознаешь, на самом деле все становится проще, потому что ты перестаешь перфекционизировать, ты перестаешь думать, что кто-то и лучше тебя, или люди идеальны, или ты идеален, а все остальные так себе, да, это уже презрение включается. Вот. Ты становишься я, вот это вот целостное, становишься я воздух, я река, я водопад, я вода, потому что все вокруг – это то, что делает нас нами. Мы этого можем не замечать, да, то, что мы с вами изначально обсуждали, что ну я – это что-то вот физическая оболочка, все, что вне, но это нет. Нет. Сейчас я – это вы, потому что вы сейчас делаете меня, а вы – это я. Стройненько звучит, но я надеюсь, что вы понимаете, о чем я говорю. Или не понимаете? Чуть-чуть. Понятно. Чуть-чуть, да. Поймете. Запомните просто эти слова. Потихонечку поймете. То есть все, что происходит, как эффект бабочки, да, все, что происходит вокруг, создает вас. Контекст. Все, что происходит вокруг – это и есть вот этот контекст, о котором мы говорили, да. И когда ты осознаешь, что все, что происходит, есть я, ты начинаешь больше осознавать. И вот этот mindfulness, вот это осознание того, что я есть единое целое, я – это нога, рука, голова, глаза, попа, друзья и все вокруг. И что я на самом деле не самое сверхглавное существо на этой планете. Вот это тоже очень важно понимать, что мы иногда думаем, что человек – это самое важное существо на планете и важнее нас нет. Возьмите 7 миллиардов, уберите с планеты, с планеты ничего не произойдет. Согласны? Как жила, так и будет жить. Соответственно, но это как бы, это неплохо. Это тоже вопрос того, как ты на это смотришь, да. Я на это смотрю позитивно, потому что я понимаю, что так мои проблемы – это просто вопрос того, что не нужно это просто решить. А не сидеть и зацикливаться на этом, что, о боже, у меня есть такая сложность. Возникла сложность, ты ее решаешь, потому что такой вот важности, супербольшой, какой-то глобальной важности нет. Самое главное и важное – это то, что мы дышим. И сейчас я предлагаю вам подышать, сейчас я предлагаю вам медитацию. Кто из вас уже имеет практику медитировать? Ну, я так понимаю, что вы медитировали. Те, кто смотрят трансляцию, я не слышу ваших ответов, но я уверена, что есть те, кто и умеют практику медитировать, и нет. Но смотрите, значит. Я вам сейчас сначала объясню несколько моментов. И дальше я включу музыку и ничего говорить не буду. Вы будете сами с собой. Еще раз, я не гуру, я не преподаю, я не являюсь тренером дыхательных практик. Я психолог. И я сама медитирую каждый день. Я вам сейчас включу свою медитацию, которую я медитирую каждый день. И я вам просто расскажу, как медитирую я. Огромное количество вариантов, как медитировать. И мне повезло с учителями, которые меня учили медитировать, заниматься йогой. В частности, это был в Маврикии, и в Индонезии у меня были очень классные учители, и в Индии у меня были очень классные учители. Даже в Риге я нашла очень классного учителя. Она латышка, молодая девчонка, которая там училась в ашраме. И как-то так получается, что мне, к счастью, попадаются очень классные учителя. И все эти учителя в один голос всегда говорили, что, слушай, медитация — это не что-то такое вот магическое, сверхъестественное, что ты там кто-то может это делать, кто-то нет. Медитация — это фактически концентрация на своем дыхании, и это навык балансировать между мыслями и своим существом. Чтобы вам помочь, я скажу слова, которые мне сказала однажды моя психолог. Представь, что ты озеро. Вот вы сейчас представьте, что вы озеро. А мысли, которые приходят, потому что в медитации… Да, вы, кстати, уже можете начать закрывать глаза, мы немножко потренируемся, а потом я вам включу медитацию. Она длится 8 минут, и мы на этом закончим. Значит, вы представьте, что вот вы озеро, а мысли, которые возникают, вот они приходят, это лучи солнца или ветер, который просто вот так проходит по озеру. И по сути озеро, оно же не меняется, оно никуда не течет. Озеро остается озером. Лучи солнца, они приходят, касаются, уходят, ветерочек. Но само озеро, оно вот оно как было озером, так и остается. То есть медитация помогает нам находиться в состоянии, когда ты разрешаешь мысли быть, но при этом ты говоришь мозгу, я в курсе, я это контролирую. Понятно? Я хочу, чтобы сейчас вы, когда мы там с вами уже договоримся, я включу музыку, чтобы вы закрыли глаза. Как медитирую я, как мне помогает медитация? Я закрываю глаза, концентрируюсь, ну, как те, кто медитирует, концентрируюсь на этом, как-то так называемом, третьем глазе, да? То есть, получается, я закрываю глаза, и немножко как зрачки у вас уходят сюда, под брови. В начале немножко так может быть сложновато отключиться, но попробуйте, просто воспользуйтесь этим случаем, и вы можете сесть на пол, вы можете сидеть там, где вы сидите, но я сегодня вам хотела показать медитацию в любом месте, потому что я медитирую в самолете, я спокойно могу медитировать в самолете, я расслабляюсь, сижу, медитирую в самолете. Я медитирую по утрам в кровати, в кровати мне нравится сидеть в этой позе лотоса, да? Я могу иногда просто медитировать тупо лёжа. Самое главное, чтобы вам было комфортно, чтобы ничего вам не мешало, если холодно, там, ну, как-то, я не знаю сейчас, насколько это возможно, прикрыться. Ну, то есть, самое главное, чтобы вам было комфортно, а как вы сидите, лежите, это вообще не важно, а самое главное, чтобы ваше тело просто ощущало комфорт. Сейчас, пожалуйста, примите то положение, в котором вам комфортно. Ещё раз, у нас здесь полно места, не стесняйтесь, вы можете спокойно сесть на пол, лечь на пол, как угодно, свет выключен, смотреть на вас никто не будет, потому что я все буду с закрытыми глазами. Поэтому подготовьтесь, я не буду говорить, вы знаете, что есть медитационные даже приложения, где вас там голос ведёт, да, там расслабляет тело, но поскольку я не являюсь преподавателем дыхательных практик, поэтому я не беру на себя ответственность управлять вашей медитацией голосом, да? Вот когда я там съезжу в ашрам, куда мне надо, потом, может быть, и буду это делать. Сейчас нет, я этого делать не буду, вы это будете делать сами, поэтому концентрируйтесь. Если приходит мысль, разрешите ей быть, не боритесь с ней. Самое главное, такой лайфхак в медитации, это не бороться с мыслью. Пришли они кучей, пусть будут. Пришли, я вас принимаю, окей, и потихонечку они уходят. Понятно, да? Все ли приняли положение, как им комфортно? Есть огромное количество разных форм медитации. Моя задача сейчас – это концентрация на одном, на себе, на балансе. И у нас не стоит сейчас задача согревать ваше тело или ещё что-то такое делать. Вы сейчас будете пробовать просто концентрировать на одной точке. Вы можете это делать с открытыми глазами, но просто я знаю, что с открытыми глазами это сделать сложнее. Я делала такую практику, мы ставили свечу с учителем, и с открытыми глазами я концентрировалась на пламени свечи. И когда тебе нужно моргнуть, понятно, что нам надо моргать. Ты моргаешь не так, как мы сейчас, неосознанно. Ты медитируешь, концентрируешься на пламени свечи, и когда тебе нужно моргнуть, ты просто медленно закрываешь глаза, открываешь, как бы говоря своему мозгу, я это контролирую. Но я сейчас этого делать не буду, потому что не то место, не то время и так далее. Поэтому мы делаем самый простой вариант. Ещё раз, я вам сейчас хочу показать, что медитировать можно где угодно. Я медитирую в самолёте, как я уже сказала, могу сидеть, медитировать на стуле, если мне комфортно там сидеть. Поэтому ещё раз, осуждение убираем. Мы сейчас не осуждаем, что правильно, что неправильно, сколько мы должны тут ещё сделать. Мы делаем вот это, да, вариантов огромное количество, не спорю с тем, что это тоже можно делать. Может, сразу другое что-то? Конечно, конечно. Слушайте, это очень много всего. Но самое главное, чтобы вы поняли, что медитация, вот самая главная цель, на самом деле, вот если говорить уж про религи, молитва, та же самая медитация, да, то это балансирование себя. Соответственно, то, что мы делаем сейчас, это просто нахождение баланса. А нахождение баланса – это mindfullness. Вот и всё. Когда вы в балансе, это mindfullness. Когда вы не в балансе, вы можете 500 разных медитаций делать, но находиться не в балансе. Это не mindfullness. Понимаете, да? Ответила на вопрос? Сели готовы? Ещё раз, молодцы, что легли, сели, как удобно. Ещё раз, не стесняйтесь, пожалуйста. Хотите, вообще выключим свет? То есть тут неважно. Я сейчас, значит, включаю медитацию, и мы с вами начнём медитировать. Ещё раз, как только я включу музыку, я замолчу, и мы с вами вернёмся сюда, когда медитация закончится. Будем считать, что это была репетиция. То есть что я делаю? Это моя медитация. Я уже на протяжении периодически разной медитации делаю. Она мне просто нравится. И она мне помогает сконцентрироваться, потому что там такие монотонные, одинаковые звуки. Что я делаю? Я просто включаю наушники на полную катушку. И вот когда мне надо медитировать, ну вот в частности, если вы это делаете, вы можете делать за рабочим местом. Восемь минут на самом деле в начале, я даже сейчас видела, что уже как-то вы начинаете ворочаться, уже как-то неудобно. Ну когда уже закончат, уже заткнись, уже хватит вот этот свой ом. Потому что в начале как-то, ну плюс ещё вот эта обстановка здесь, наш контекст сейчас не способствовал такой, знаете, медитации прям вот полноценной. Но даже если вы одни, то есть в начале очень сложно привыкнуть к медитации. И как-то вроде пару минут ты там что-то там ворочишься, потом вроде как чего-то куда-то, а потом тебе как-то уже надоедает. Но со временем, это тоже навык, да, то есть медитация это некий навык в том числе, со временем вы научитесь и уже будете наращивать время. Я за то, чтобы там в начале, если у вас нет опыта медитации, максимально вы брали 10 минут. Меня учитель учил даже вот просто 5 минут возьми, я начинала буквально там 3-5 минут медитации. И у вас этого тоже достаточно, просто чтобы приучить свой мозг к некому такому состоянию, как к фокусу, да, к которому он не приучен. Мы постоянно в каких-то активностях, мысли какие-то, что-то куда-то. Поэтому постепенно, понемножку, не надо сразу там себя заставлять за рабочим местом. У вас тем более такой крутой офис, что здесь можно, не обязательно нас улюбидитировать, можно куда-то уйти, там вот развлечься на какой-то пуф, да. Ну, то есть у вас офис такой нестандартный, это мне очень нравится, и вы можете найти место, где вполне можно помедитировать, да, закрыться или там как-то найти себе вот этих там 8-10 минут. И на самом деле эти 8-10 минут, они вам потом обеспечат целый день, да. Поэтому вот моя вам рекомендация, практикуйте, опять же, это навык, хотя бы месяц поделайте, а потом сами себе скажете, это работает или нет. Потому что один-два раза вряд ли вам что-то дадут. Вот, у меня на этом все. Все-таки не выполнил свои обещания, надеюсь, не сильно злитесь за это. Если у вас есть какие-то вопросы, я готова на них ответить, да. А вы начинали вначале медитировать в полной тишине? Что-что? Вы начинали медитировать, ну, с самого начала, в полной тишине или сразу с музыкой, с звуком? Мне не удавалось медитировать в полной тишине. Я, если честно, сейчас только-только учусь медитировать в полной тишине, но мне даже сейчас не очень удается медитировать в полной тишине. И не удается медитировать с некоторыми мантрами, в которых очень много мелодий. Я очень люблю музыку, я начинаю как-то… Ну, это тоже, по сути, медитация, но у меня не получается такого прям баланса. Я начинаю кайфовать от музыки, и чуть-чуть у меня немножко по-другому состоянию происходит. – А с дыханием вы работаете? – Что так? – С дыханием. – Конечно. Я, кстати, вот я начинала, спасибо, кстати, напомнили, я начинала как раз с дыхания. То есть я… Почему я вам не сказала, концентрируйтесь на дыхании? Так проще, потому что, когда я просто закрыл глаза здесь, концентрировал, и у тебя нет опыта, ты как-то не знаешь, чем себя занять. Такой, типа, ну и что? – Ну, не засыпаете во время медитации, извините. – Что? – Не засыпаете? Никогда не засыпаете. – Если делаю перед сном, всегда, чаще всего засыпаю. Это, на самом деле, очень круто. Ну, я не знаю, мои учителя и там, друзья, которые более глубоко этим занимаются, там, ездили куда-то во шрамы, они говорят, что, ты что, это очень круто, если ты заснул в медитации, это прямо вообще суперкруто. Вот, ну, если перед сном, то… И, кстати, как сказать, очень часто я специально медитирую перед сном, если я понимаю, что не могу заснуть. Бывает, что ворочаешься, мысли, и я включаю… Иногда случается так, что мне сложно медитировать. Вот, например, сегодня утром мне было сложно медитировать, потому что я спала два часа. Ну, сидела в интернете. Кто виноват? Я… Это моя вам рекомендация. Это рекомендация моего тренера из школы Пола Экмана, который сказал, что самый лучший способ регулировать эмоции… Да, Джеймс Гросс, естественно, наука, очень много разных еще других методов. Но самый крутой способ регулировать эмоции – это медитация. Просто фокусироваться на дыхании, фокусироваться на чем-то конкретном. Я, кстати, была сейчас на море, и там я медитировала на облаках. Это очень интересно было. Я сидела просто напротив моря и включала свою вот эту вот медитацию и концентрировала взгляд… То есть, я не закрывала глаза, концентрировала взгляд на облаке, на конкретном облаке. Это офигительный просто эмоций. Вот этот бриз, этот вот воздух, шум моря. Причем, кстати, вот там я медитировала еще без музыки, просто вот этот шум моря. Это как натуральные звуки природы, которые ты иногда на телефоне находишь. Тоже очень классно. В тишине, честно признаешь, мне не получается. Но это не говорит о том, что вам надо обязательно с музыкой. Я вам сейчас показала пример. Если вам комфортнее в тишине, делайте в тишине. Нам с вами важно просто вот хотя бы научиться дышать, осознанно дышать, концентрировать внимание на дыхании. Вы знаете, что вдох медленнее, чем выдох. Если не знаете, запомните, если вы делаете глубокий вдох, там, например… Есть, кстати, квадратное дыхание. Если вы, например, на два вдыхаете, там, раз-два, то вы дыхаете на четыре. Раз-два-три-четыре. То есть, ваш выдох должен быть в два раза больше, чем вдох. Можете так делать. Необязательно музыку. Просто вот считайте. Раз-два, вдох. Раз-два-три-четыре, выдох. Это тоже такое немножко… Ну, такая монотонность, вы на ней фокусируетесь. Так? Я говорю, так засыпать хорошо. Засыпать отлично. Медитация помогает балансировать сон, а сон – это наше всё. То, что вы медитируете, вам не надо даже конкретную эмоцию прорабатывать. Вы проработаете эмоции, поверьте. Вы сбалансируете. Там не надо осознавать эмоцию. Там надо как раз выключить свой мозг. Мысли выключаем. Не работает вот это вот разговоры с самим собой. Вы фокусируете внимание, дыхание, тело, балансируете сами собой. Разговоры с собой – это отдельная история. Это уже другая проработка, важная очень, со своим бессознателем и так далее, и так далее. Огромное количество инструментов. Но вот эта вот медитация, о которой мы сейчас с вами говорили, – это всё-таки баланс. Собрать все мысли, собрать себя в единое целое и научиться говорить своему мозгу спокойно в этом гостинице «я директор». Помните такую фразу из фильма? «Я контролирую, всё в моих руках, не переживай, дорогой мозг, спасибо, что ты меня спасаешь, но давай мы сейчас давай я буду руководить, а ты мне помогай просто». Окей? Да? Ну, вопросы какие-то срочные ещё есть? Спасибо вам огромное за внимание. Вы очень классная группа. И я вам желаю повышенных весёлых дней и хороших выражений. Редактор субтитров А.Сёмкин И.